Гэнгбэнга. Да. Гэнгбэнга. Мысли сходятся. Мукбанг, да, мы... Мукбанг у нас, потому что 5-7 часов стримим, кушать хочется. Ну, я же говорю, хорошо, что не гэнгбэнг там, да. Ладно, друзья, всем здравствуйте, мы на подкасте «На грани» с нами. Коля, Лена, Алина, Вадим, я, Денис. Сегодня мы обсуждаем замечательную тему. Поэтому, ой, как бы это так сказать, далеко мы решили уйти от политики. Сегодня у нас религия, вера, атеизм. Поговорим с людьми, которые достаточно православны и осведомлены в вопросах православия. Ну, по крайней мере, больше, чем мы. Я в Бога верил. Но моя вера почему-то растворилась куда-то, и чем больше я в него верил, тем больше я задавался вопросами. И на эти вопросы все меньше и меньше получал ответа. И так уж получилось, что вот с каким-то временем, знаете, у меня наступила такая позиция, что, ну, не получается верить в него. Я бы, может быть, и хотел. Я, скорее всего, сейчас перерос с верующего в агностика, что возможно, возможно, какая-то хрень существует. Но я о ней не знаю, никто о ней не знает. Доказательств получить не могу. Люди, которые могут предоставить доказательства, говорят о том, что нет, не надо вам доказательства. Просто вера заключается в том, чтобы верить. Ну, с таким же расчетом я могу верить и в макаронного бога какого-нибудь, и еще в какую-нибудь срань непонятную там, да? Во что угодно могу верить. Поэтому я просто верю ни во что. Ну, вот в себя в данном случае. В том, что чем больше я работаю, тем больше у меня получается. И бог здесь ни при чем. Не он работает. Не он берет лопату и кидает говно за меня. Поэтому, друзья, давайте поговорим. Лена Магадан и Коля Плотков. Почему? Почему именно такие? Ну, Магадан, давайте предположим, что это город, из которого вы родились. Или в который вас родили. Или Николай Плотков. Это просто псевдоним или это фамилия? Колян Плотков – это творческий псевдоним, который довольно старый. Еще Лены в фамилии не было. И он происходит от самого главного аксессуара православной субкультуры. Девка, в храм идешь святой, надень платочек головной. Хорошо, но это все равно 50%. Мужики ничего не надевают, поэтому это такая. Ну да. Ну, просто вокруг этого аксессуара было очень-очень много разных разговоров, дискутов, споров. Когда, собственно, я этот псевдоним себе взял. И у меня... Как вы, кстати, нужен платок? Почему? Вот вы, если знаете, расскажите, пожалуйста. Ну вот к вашей же теме. Вы же Плотковы. Поэтому расскажите нам, почему вообще женщины покрывают голову? Такая субкультура. А зачем, например, панки вот такой вот гребешок себе выстригают? А зачем... Нет, это просто по приколу получается, да? Ну, примерно так. Потому что не надо путать православие как религия и православие как субкультура. Потому что религия – это мистика, то есть, а субкультура – это отличаемся от других своим поведением и одеждой. Может быть, в Средневековье такого разделения не было, потому что в Средневековье жизнь была попроще, и у людей способностей и возможностей было поменьше. А сейчас это совершенно отдельно и церковная политика, и религия, и субкультура, и еще много-много даже всего около церковного, вплоть до того, что существует православие как торговая марка для самых разных привычных товаров, как, например, православное агентство недвижимости, православное такси, и даже есть православный рекламный слоган, изготовленный... Гельс-маска тоже православная. Да. Гельс-маска тоже может быть православной. Ну, если мы делаем из православия какой-то торговый знак, то мы под этим торговым знаком можем продавать все, что угодно. Ну, не совсем. Потому что, например, в православии, как известно, секса нет. Но, поскольку секс людям все-таки хочется, то в православии секс будет выглядеть не как какой-нибудь, например, православный бордель, а как какой-нибудь старец, который отмаливает блудные грехи, какой-нибудь святой источник, который лечит от импотенции. Ну, то есть будет как-то вот это завуалировано, то есть как бы содержание будет тоже, но будет это представлено в терминах, какие приняты в православной субкультуре. Мне просто, мне вот в этой теме вовсе и нравится больше всего, что всех священников и вот этих вот отцов, которые, знаете, вот эти вот толстые батюшка, которые стоят, у него крест, крест намоленный там и годами, да, его там люди несли с гор золота, мыли его, несли, плавили, повесили на него этот крест, он стоит, этот крест в пол упирается, значит, и сзади люди стоят, у него там вот эти вот мальчики, которые носят, вот эти, кодила машут, вот эти свечки носят. Сыновья его все, 537 штук, это все вот его сыновья там. Но секса в православии нет. А будут, кажется, люди? Ну как? Почему? Типа, нет, подождите, предохраняться нельзя, правильно? Почему? Можно. Тогда даже нужно. Отчего? Ну секса же нет. Ну секса нет, а супружеская близость есть и будные грехи есть. То есть я так правильно понимаю, что согрешил, перед постом, да, отмостился, пошел, причастился и все позаново. Вот это карусель, вот это я понимаю, веселье. А это жизнь. А жизнь, она такая. А что тогда по поводу, в принципе, если пара хочет завести ребенка, например? Им тоже, получается, они его заводят во грехе? Нет. А как тогда? Ну, если супруги, вот, как говорится, ведут интимную жизнь и заводят ребенка, это вполне нормально. Даже в Евангелии написано о том, что супруги не уклоняйтесь друг от друга. То есть когда-нибудь... Понятия разные у нас. Но потому что бывают беспорядочные связи, это одна ситуация. А супружеская жизнь, это другое дело. Совершенно другая ситуация. То есть если есть семейная пара, если вы в браке, то иметь половую близость, то можно, получается. И даже нужно. Потому что это напрямую Господь этому учил. Это прокачка супружеских отношений, так скажем. В посланиях апостолов очень много про это сказано. Очень похоже. Знаешь, когда Иисус идет по берегу и говорит, вот тебе рыба, тебе вино, вот тебе держи. На самом деле, обратите внимание, что Иисус Христос, он ни одной социальной проблемы не решил. Когда там кого-то одного вылечил, там один раз кучу народа накормил, потом на следующий день к нему пришли, он не стал никого кормить. Потом, когда его готовы были избрать царем, он тоже отказался. То есть ни одной социальной проблемы не решил. Мне кажется, что он был шарлатаном. Нет. У него другая задача была. Обмануть всех. Нет. У него была задача конкретная, достойная божества. Изменить человеческую природу. Во-первых. Во-вторых, изменить место, куда попадают люди после смерти. Это вторая. И третья. Это создать церковь. То есть некое мистическое собрание, где происходит некое мистическое божественное действие. То есть не надо пытаться переварить все сейчас в голове, и много не переваривается. Хорошо. У меня есть вопрос. По поводу создать новое место, когда будет попадать душа, я так понимаю. То есть есть какое-то место было до этого, и если оно было, то где? И как он может поменять, если он, получается, как бы был человеком же, правильно? И человеком, и богом. Одновременно. Одновременно, да. А получается, он такой же всемогущий, как бог, что он может создавать какое-то новое пространство, куда могут попадать души? Это же не просто созданное, оно создано. Он открыл, куда доступ. А где это пространство? Он посадил туда Петра просто. Раньше там калитки были вот эти, значит, туда-сюда вот это все ходило. А потом все это беспорядочные вот эти вот связи, вот это все. Кто хотел, входил, кто хотел, выходил оттуда. Хочешь в рай, хочешь в ад. Тут, короче, шаст, вверх, вниз туда. Потом пришел Иисус и сказал, все, вот Петька, он будет сидеть здесь на воротах. На кроссворд, держи, сиди, разгадывай. Вот так вот. А вот здесь ваша неправота, потому что читайте античную философию, мифологию. То есть лучше быть на земле последним рабом, чем в царстве мертвых быть царем. То есть Иисус Христос, он сделал не хуже, а лучше для определенных избранных. То есть раньше, после смерти, всем было очень-очень-очень фигово. После того, как Иисус Христос родился, был убит, спустился в ад и из ада вышел, то стало для некоторых людей в царстве мертвых даже получше, чем на земле. А для всех остальных осталось как было. Смотрите, ладно. Хорошо, я понял. Приблизительно, может быть. Ладно, хрен с ним. Ладно, допустим. Хорошо. Хорошо. Смотрите, есть такая, выгнал жену, конечно. Вот вам православие, пожалуйста. Что? Смотри, есть такая история. Если христианство, точнее не христианство, а православие считается... Что я тебя заколдовал там кого-то, по-моему, сейчас. Если православие считается единственной правильной верой, правильной верой, которая прославляет Бога, и только эти люди, соблюдая все правила, живя по вот этим божественным канонам, попадают в рай, ну, какое-то вот это мифическое место, которое создал его сын, то куда деваются все остальные, кроме православных? Во-первых, такого догмата, что только православные попадают в Царство Небесное, так скажем. Каждая церковь об этом говорит, что верьте, потому что только православные попадают в рай, только те, кто вот правильно верят. Не так сказано, что кто попадает туда, где хорошо, будет решать Иисус Христос. Да, Иисус Христос принимает все решения. И еще есть такой момент, что Царство Небесное, то есть там будет не рай, а Царство Небесное. Царство Небесное – это такое место, где не будет времени, там будет вечность. Опыта пребывания в таком месте, где нет времени, у людей нет, поэтому Бог не может с трибуны Организации Объединенных Наций или с облаков заявить, типа, как, что будет там. Он может только очень приблизительно сказать, что если А, Б, С, Д, то тогда с большой долей вероятности вам после смерти будет хорошо. А если Икс, Иго, Икс, Зет, то с большой долей вероятности после смерти вам будет очень плохо. Смотрите, в чате даже ребята говорят о том, что в Библии не сказано же ни про рай, ни про ад. Откуда это взялось? Сказано. Значит, есть такая штука в каждой религии, в серьезной, называется «Основное или догматическое богословие». То есть это фактически словесное изложение вероучения, то есть словесные конструкции, которые объясняют, насколько можно объяснить религиозные понятия. А Библия – это фактически первоисточник, созданный из нескольких книг, как это вероучение людям было дано. То есть Библия – это не какая-нибудь голубиная книга по рейху, которая с неба свалилась, и в ней никто не может разобраться. А Библия – это 4 век, как только христианство сделали разрешенной религией, собрался собор, читали первая научная конференция, и проанализировали источники информации, что пишут про Иисуса Христа и про апостолов, и выбрали те, которые соответствуют учению. Да, и скомпилировали. Потому что были и иудеи, были и язычники, были и самые разные, кто «я так верю, я так думаю, я художник, я так вижу». И из всех этих текстов отобрали те, которые именно христианское вероучение. Поэтому если вдруг находят какую-то книгу, где там про Иисуса Христа говорится, не так, как христианство начинают журналисты объявлять, «О, так это сейчас всю веру изменит». Ничего это не изменит, потому что это, ну, человек вот так верил, человек так думал, а христиане думали иначе. Почему священники, которые в церквях находятся, которые читают вот эту всю проповедь, вот эта вся история, почему они могут позволить себе разрешить какому-нибудь человеку во время поста не придерживаться, ну, или послабить пост? Кто дает такое право им, откуда это берется у них? Ну, типа, ну, есть там, не ешьте мясо, не ешьте там животные всякие вот такие, жиры там, все вот эту вот историю. Не знаю точно, как там написано, принцип просто понимаю, да, но когда приходит какой-то человек, который больной, там, кривой, косой, ему говорят, братан, ты можешь, в принципе, ну, как бы, рыбки поесть, там, можешь, да, мы тебе, как бы, разрешаем, например, да, ешь сахар, короче, можешь, хочешь детей, иди с женой переспи, ну, утрирую, все, утрирую. Да, я понимаю, прекрасно. Вот, и кто дает, ну, такое, не было же такого, что вот создалось какое-то правило, хрен пойми там когда, кто-то, Иисус, непонятный, Бог молнии ударила в голову кому-то, и ему пришло в голову придумать вот это правило. Как это правило придумалось? Кто его изменил? Неужели с истечением времени, вот время идет, создали правило, да, как вот, там, теорему какую-то, вот написали теорему, что там треугольника все стороны равны. Со временем эта хрень не поменяется? У него не будет одна сторона больше, другая меньше. Почему в Библии вот это правило, которое, ну, типа, дано Богом, оно меняется? Кто его меняет? Какого хрена вы вообще там что-то меняете? Так, понятно. Значит, есть догматика, то, что не меняется. Да. То есть догмат, это, это то утверждение, которое принимается на веру. Вот, это и есть теорема, которая, да. Это есть аксиома. И на основе догматов строятся уже все дальнейшие утверждения. Значит, а есть еще какая-то обрядовая сторона, есть бытовая сторона, есть политическая сторона, есть суеверия, налипшие на религию. Поэтому догматика, она не меняется, а все остальное меняется очень даже сильно. Например, у нас есть даже видео на тему, можно ли поститься сейчас, как постились раньше, где мы аргументированно на основании знаний по религиоведению и на основании знаний по богословию доказываем, что поститься, как раньше, просто невозможно в принципе. Потому что раньше были другие продукты. Да, точно. То есть, раньше было полным-полно летом, вернее, как бы, раньше в одно время скотину резали, в другое время скотину не резали, были реки, где ловилась рыба, было время, когда созревал вырожай. Сейчас магазины есть, это все проще делать, сейчас не надо никуда выращивать. Другие. То есть, сейчас в магазин идешь, там есть сосиски всегда, сейчас рыба и мои продукты стоят дороже, чем мясо. И поэтому получается, что как поститься, если вот берем кипикон, который был составлен там сколько лет, 300 назад, ну, условно говорю, то там совсем другие продукты, там совсем другой быт. Поэтому, если я, допустим, буду поститься, как постился подвижник, живший в Греции, который жрал одних креветок, то это получается, что я пащусь на деликатесах. То есть, теряется сам смысл поста как самоограничение. Послушайте, но сейчас есть магазины, сейчас раньше поститься было труднее, потому что для того, чтобы поесть мясо, тебе надо было убить животное. Сейчас ничего не надо убивать, сейчас пошел в магазин и купил. То есть, раньше можно было, мы подгадаем, мы давайте до поста, вот у нас великий пост, 40 дней, мы сейчас все сожрем, чтобы у нас просто сожрать нехер было. все нахрен сожрем дома, что просто холодильник открываешься, пусто, и будем сидеть пить одну воду с хлебом. Сейчас, ну, тяжелее, сейчас больше искушений всяких. Сейчас просто жизнь другая, поэтому пост... Здесь вообще трудно не согласиться, если честно. Пост, он изначально задуман как аскетика, то есть, это если спорт, это я тренирую свое тело, то пост, это я тренирую силу воли. Вот, изначально назначение поста в религии. Но, поскольку религия не была отделена в древние времена от хозяйственной деятельности, то было очень аргументированно, продумано, как поститься, чтобы, когда у нас что есть, тогда мы едим. Когда у нас нету, то мы постимся. И в современной жизни получается, что пост сейчас извращен наоборот. То есть, получается, что сейчас поститься вот по типикону, это, во-первых, продукты другие, то молоко, которое было тогда, оно было совсем другое. Это сейчас молоко вот хранится полгода и делается из порошка на фабрике, а тогда оно делалось из коровы в конкретное время. И поэтому сейчас это уже хозяйство совсем другое и поститься в принципе невозможно, как раньше. Так что, завязываем тогда с этим делом? Уже не постимся теперь? Каждый действует индивидуально. И поэтому здесь можно сказать, у нас, как у богословских грамотных и гражданских активных мирян возникает вопрос к нашему священноначалью. Господа, ведь это вообще-то ваша епископская функция установить постный устав, установить календарь так, чтобы людям было с этим жить удобно, религиозной жизнью. А сейчас получается, что календарь не совпадает с календарем гражданским, когда вроде бы никогда надо идти с моим календарем точно не совпадает. Половину народу в храм надо ходить, а что говорят епископы? Ну, это фактически на ваше усмотрение. Хотите, поститесь, хотите в храм идите, хотите в храм не ходите. Патриарх вообще, когда коронавирусная кандемия случилась, он вообще сказал замечательный мем. То есть до этого все духовенство говорило, что в храм надо обязательно ходить, лично присутствовать, толкаться там, давиться, не влезаешь в храм, все равно рядом стой. Давиться в смысле просто людьми или просфорками? Людьми именно бороться за место, поставить вторую ногу с ближними своими. А вдруг патриарх говорит, все, оказывается вообще лучше в храм не ходите. А вообще надо как в Марии египетской и тогда будете святыми. Поэтому это как раз мы поскольку представляем как вообще какие уставные цели церкви, то мы можем просто здесь в батарях аргументированно покритиковать. А как вы вообще к нему относитесь? В общем и целом, как вообще вам Кирюжа? Есть епископ, он занимает свою должность и где-то он действует с политической точки зрения грамотно, а где-то он совершает ошибки. Например, он допустил такое, что вся Украина фактически откололась от РПЦ. Вот. Это фактически ошибка патаряха, потому что он как дипломат должен был с епископами других поместных церквей вот этот вопрос обсудить. Ну да. Типа он же должен был просто, его функция основная, просто сильнее всех верить в Бога. Вот мне кажется, это его главная задача. И вести за собой тех людей, которые типа, ну, там тоже так же, как он, только чуть поменьше верят в Бога. Поэтому у него есть на шапке крест, а у остальных нет. функция епископа это не сильнее всех верить в Бога, а функция епископа управлять конкретной общественной религиозной организацией. Если это патриарх, то в его расположении вся РПЦ. Если это какой-нибудь митрополит, правящий архиарей какой-то епархии, то в его распоряжении епархия. Если это священник, то в его распоряжении приход. Так что это должно... Чем церковь в таком случае отличается от многоструктурной какой-нибудь секты? Вопрос вам такой. Объясните, что такое секта, в вашем понимании. Это скопление людей, которые просто верят во что-то одно. Ну, скопление людей, которые верят во что-то одно, это может быть очередь в какую-нибудь госконтору, которая верит, что сейчас окошко откроется, и им документы необходимые оформят. Нет, я вам больше скажу, они уверены, что это окошко откроется, потому что на нем есть расписание, а на Библии ни хрена не понятно, там ничего не откроется, тут непонятно, когда ты помрешь, откроются эти врата, не откроются, кто тебя там встретит, что там, никто не возвращался оттуда, никто ничего не рассказывал. Вопрос веры. Вот как раз мы и говорим. Главное, я понял, главное, чтобы верить, надо верить, просто, ну типа подтверждений вообще никаких. Я ни разу, все говорят, икона мира мироточит. Ну, кроме как на фотографиях и на каких-то, не знаю, очень странных видео, снятых на какой-нибудь, не знаю, сейчас просто снимают невероятные вещи. Неужели нельзя просто поставить камеру и снять, как икона мира точит? Ну типа, если она есть, просто можно целый год ее снимать, всю церковь можно снимать просто и понять, как она это делает, что это такое вообще. А они умудряются продавать эту хрень, которая там ка** с этой штуки, конденсат этот, или что это такое? Во-первых, есть довольно, ну не знаю, насколько много, но есть видео из серии мироточивая икона своими руками. Как организовать видимость мироточения. Из пластиковой бутылки. Можно подстроить, сделать. И мироточивость иконы, она, с точки зрения крестьянского богословия, она абсолютно ничего не означает. Чудеса, они вообще-то в религии означают совсем другое. Чудо – это чисто для человека индивидуально, что вот, например, я пошел в крестный ход и познакомился там со своей женой. Для меня это чудо. а то, что люди ходят в походы и там знакомятся, то это вещь вполне естественная. и причем это, Денис, еще, когда он со мной повстречался там, получается, и привез в Москву, то в результате, благодаря вот этому, я тоже приняла христианство. А я... я была сатанистом. Как астра. Это нихрена себе, я хочу тебе сказать. Переходик-то. Вот это интересно. А можете вообще рассказать, как вы пришли к религии? Куда же ты ушла? Вернись к нам обратно. На эту тему мы тоже периодически общаемся. У нас даже есть вид, бывайте, православные сатанисты. Это прикольно. Это типа, да. Да. И будет видео на эту тему тоже. Так что подписывайтесь на YouTube-канал Клоточек, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте нас. Я хотела вообще спросить, я наконец-то прорвалась в эфир, ура, никак не могу дорваться. Да, получится такое, мы такие сидим грустные, приуныли. Нельзя перебить. Да, нельзя перебить, потому что звук пишется вроде как. Хотела спросить одну очень важную вещь. Как бы мы говорим вот сейчас о таких вещах, как скорее это каких-то предметах, то есть как частях что ли культа какого-то, как правильно поститься, да, а я хотела именно, мы хотели задать вопросы, мы немного их подготовили, именно в общем, как о религии, как скорее о каком-то философском учении, да, то есть мы хотели спросить именно, у нас прям целый список, ну, про секту и церковь, как бы, ладно, допустим, окей, вопрос опустим пока что. Я хотела спросить вообще происхождение Библии человека. Не то, что даже Библии, в принципе, по поводу Библии вы как бы отвечали, но нам не совсем было понятно, по поводу Библии, И, в принципе, мы поняли, что это собралась какая-то конфессия людей, ученых, которые каким-то, может быть, путем голосования или каким-то анализом фактов решила написать первоисточник. Тогда вопрос, почему есть много других Евангелий, которые писались уже после смерти Христа, и с каждым новым Евангелием почему-то прибавлялось все больше и больше подробностей. Как бы логично, что современники Христа уже как бы умерли к этому моменту, но каким-то образом невероятные новые факты появлялись. И как бы это немного странно. Не кажется ли вам, что какие-то люди просто что-то, как вы говорите, досочиняли, и потом это люди просто приняли на веру, и этому следует? И почему их вообще так много? Почему нет какого-то единого? Почему есть Ветхий Завет, Старый Завет, Новый Завет? Так много религий, если Бог един, почему раньше было многобожие? То есть, на самом деле, очень много вопросов, просто не могу сразу сказать. Да, просто сразу много вопросов, можете отвечать, на которые вам нравится больше. Да, поэтому лучше сразу много не задавать одновременно. Ну, во-первых, чётко надо определиться, когда мы о чём-то говорим, терминологией. Значит, вот есть догмат. На основании... То есть, мы на веру принимаем нечто. И на основании этого, принятого на веру, мы строим религиозное учение. Вот до сих пор я понятно объяснил? То есть, кто-то верит, что Бог есть, кто-то верит, что Бога нет, кто-то верит, что Бог такой, кто-то верит, что Бог другой. Доказать невозможно ничего, потому что религия имеет область действия там, где не действует наука. Соответственно, с развитием науки область действия религии уменьшается, область действия науки расширяется, постепенно религия вылетает из медицины, религия вылетает из археологии, из истории. Но все равно религия полностью никогда не уберется из человеческой жизни, потому что люди умирают из того света, после смерти мозга никто еще не возвращается. А если бы и возвратился, то не смог бы все равно ничего рассказать, потому что у живущего человека нет опыта того, что он существует в загробном мире. До сих пор понятно или непонятно? Понятно. Понятно, но как будто вы отвечаете... Просто на веру. Да, просто на веру, просто получается, как бы я дала одни вопросы, а вы немного другой отвечаете. Нет, потому что, чтобы друг друга поняли, надо понять, потому что я буду употреблять термин догмат, чтобы у нас не было непониманий. Потому что, например, есть догмат, что Иисус Христос – это одновременно и Бог, и человек. Да. Или какой-нибудь, ну, еще что-нибудь. Или Петр и Феврония помогают создавать семью – это не догмат. Иисус Христос – это просто непонятно что. Хорошо, у меня тогда еще есть вопрос по поводу Бога. Есть люди, которые считают, что Бог – это отдельно Бог, да? А есть люди, которые именно поклоняются не Богу, а самому Иисусу. И как бы Иисус – это одновременно Бог. Но как бы как он Бог? Он же Сын Божий. Как он может быть одновременно самим Богом и Богом? То есть как это работает? Да, как бы он полубог. Он же как бы Сын Бога, получается. А как бы люди говорят, что вот есть Бог, а есть Иисус. но Иисус – это одновременно Бог. То есть я не совсем понимаю, как это... Вот как раз это и называется. Учите догматику, чтобы понять христианство. Открываем учебник основного богословия и изучаем долго и упорно, как любой другой предмет, как это Иисус Христос, одновременно и Сын Божий, и Бог, и... И еще и человек. Потому что в религии понятие Сын Божий, как бы в христианстве и в античности, то есть что Иисус Христос Сын Божий и что Геракл Сын Зевса – это две большие разницы. И отличается это исключительно по догматике. То есть зачем я дал определение, что такое догмат? Чтобы мы понимали, что в разных религиях разные догматы. Обряды похожие, события похожие, какие-то чудеса даже похожие. Но разные религии отличаются по догматам. И почему существуют разные религии? Потому что люди на веру приняли разные откровения от своих авторитетов. То есть в религии нельзя провести эксперимент по сотворению мира. Нельзя провести эксперимент по возвращению из мира мертвых. Поэтому вот в таких областях действует религия. То есть там мы можем принимать только на веру. Ну и, соответственно, кто-то верит, что так, кто-то верит, что по-другому. И настоящая религия, она должна иметь систему вероучения, то есть систему догматики. То есть если я придумал какого-то там макаронного монстра, про который, ну, непонятно что, где нету, который, то есть там не дается ответ непротиворечивый про жизнь после смерти, про божество, про человеческие природы, то это вообще-то не религия. Это просто, ну, во что-то верим. Смотрите, буддисты верят в человека вообще, в человека просто верят, который ушел, сидел, умер. Класс. Вот они в него верят. Они верят, что все они переродятся. Но они не верят в Бога, они верят в конкретного человека. И поэтому они буддисты. А христиане, они верят в Бога, который стал человеком, при этом оставаясь Богом. При этом оставаясь Богом, да. И поэтому они христиане. И христианин от буддиста отличается в первую очередь вероучением. Обязательно. То есть не то, как кто совершает какие обряды и как кто одевается, а отличается именно в религии, если мы говорим о религии. А если мы говорим о субкультуре, то тут совершенно уже мы будем оперировать другими понятиями. Да. То есть кому что нравится, кому какая одежда нравится, кому какое поведение нравится, кому что нравится кушать. То есть фактически моя задача просто во что-то верить, и я попаду в рай. Не факт. Потому что... Так а как тогда я могу быть уверен, что православие это то, во что мне надо верить? Уверенности никак. Подтвердить нельзя. Поэтому... То есть, короче, это русская рулетка. Я хочу быть католиком, хочу быть иудаистом, хочу быть буддистом, хочу просто быть. И типа, ну, мало ли, а может тоже прокатит. Значит, религия, она действует в определенной области. То есть религия нужна, чтобы мы могли рассуждать про вопросы, которые исследует религия, которые не может исследовать наука. А вам не кажется, что религия нужна, чтобы государству было проще управляться с отдельной кучей людей, которые вроде как... Вот вы верите, вот, ну, хорошо, давайте мы подомнем под себя церковь. Ну, в данном случае, вот в России так происходит. Потому что напрямую церковь зависит от правительства. Как правительство говорит, так церковь и поступает. У церкви нет своего слова. Она ничего не может решить, если это невыгодно правительству. Не кажется. Потому что то, что вы сказали, это называется идеология. А идеология и религия это две большие разницы. Потому что идеология это как раз для управления обществом, а религия это для познания того, что нельзя познать наукой. Я думаю, это все очень смежное, потому что... Это смежное, да, все в ней связано. Одно из другого не работает. Тогда это вытекает в то, что это правильно. Если два этих понятия религия и идеология, они параллельны, значит, управляя одним, ну, государство управляя или идеологией людей, да, когда... Ну, то есть, идеология людей будет, как сказать-то правильно, она будет зависеть от их религии. Не факт. Потому что, вот, например, если человек разбирается в религии, вот, например, мы ходим в разные крестные ходы, в походы, и там встречаем сплошь и рядом какие-то там бомжи-не бомжи, террористы-не террористы, то есть, какие-то сомнительные личности, типа, мы сербы, там, Косово, мы там, Малороссия, мы Донецк-Луганск, вот, надо воевать с этими, надо воевать с этими, за веру православную, мы говорим, ребят, мы не с вами, потому что мы стремимся в Царство Небесное. Да. Наша Родина это Царство Небесное. То есть, как бы, оперируя религией, мы им доказываем, что они пытаются религии злоупотреблять с целью манипуляции сознанием. Да. И против этого как раз выступал такой вот политический деятель товарищ Ленин. То есть, если полное собрание сочинений, оно, кстати, хорошо находится в интернете, вот, брать, цитаты таких современных православных, кто любит там Ленина ругать, берем, забиваем, например, мою любимую фразу «Всякий боженька есть труп положенька» и находим обсуждение творчества Максима Горького. То есть, это вот, когда герой его там смотрит, цветочки цветут, птички поют, и там «Ой, боженька, боженька». То есть, Ленин вот говорил, что да, это плохо. Я тоже считаю, что это плохо. Лена тоже считает, что это плохо. У меня есть вопрос. В принципе, почему, как вы пришли к православной вере и почему из всего многообразия религий вот вы именно выбрали православие для себя? Что вас подвигло, что вам там больше всего понравилось? Я опытным путем прошла действительно много разных религий именно вот. И вот все-таки именно православная вера, вот я ее увидела именно как ну особо другую совсем, чем все. И вот ну потому что именно вот действительно здесь я именно вообще узнала о том, что Бог действительно есть и даже как как хоть немножко приходит понимание. Как вы узнали, что Бог есть? Как узнала? Очень сложно объяснить словами. Эмоционально. Ну так скажем да, на чувственном уровне в основном. То есть вы просто поддались влиянию других людей и окружения, в котором сейчас находите? ну как сказать, поддавалось влиянию я же много кого, но при чем здесь это? Все равно погода не сыграла. Как в секте. Люди приходят туда, чуть-чуть верят во что-то и их такая промывается, прям промывается, пока ты конкретно не будешь у тебя мысли только об одном, да? ты начинаешь Я бы так не сказала Денис. Скорее всего как-то по-другому. Коль, объясни ты лучше. У меня путь был совершенно другой, то есть я в свое время вот это у нас с Леной 12 лет разницы в мою пользу. Значит когда вот крушение СССР вот пошла доступная религия, я бывал во всех религиозных организациях какие тогда были, там всякие муниты, кришнаиты, аум-синаи-керцы, там ну такие вот в новых образованиях, ну то есть пару раз схожу, пообщаюсь и я там что-нибудь у одних услышал, иду к другим, у них спрашиваю, они по этому вопросу отвечают совершенно другое. Ну и от рельховцев я узнал, что православие это в общем-то круто, я пришел в храм и начал спрашивать священников по каким книгам вы учились в духовной семинарии. Вот, и соответственно они мне рассказывали, я эти книжки читал и вижу, о, а здесь вообще есть критерии оценки истины, здесь вообще присутствует логическое мышление, есть вероучение догматическое, то есть я был так удивлен, что вообще оказывается догматика существует и здесь критерии... Вы удивлены вообще не меньше важного сейчас, что существует еще что-то, что может меняться вообще. Нет, это догматика-то она не меняется, что как раз христианская догматика, она... что нет, я про то, что есть что-то, что вообще может меняться в Библии, ну типа, как хочу, так и трактую, как мне удобней, это правильное слово, как удобней, так их понимаю. Нет, догмат как раз нельзя, как трактовать, как удобней, потому что... Нет, там другая какая-то книжка есть, вы говорили про нее, что ее можно менять. Если знаешь догматику, то тобой никто не может манипулировать, пользуя религию, потому что это как пытается вот новобранцам манипулировать старослушащие, а если устав знаешь, что вот как бы можно отбрехаться. Ну это как я сейчас пытаюсь вот с вами подискутировать, Примерно так. Учить догматику это примерно как в армии учи устав, чтобы тобой не проманипулировали. Ну да, и вот я сразу после этого пошел на богословские курсы при семинарии, выучился, посмотрел на внутрицерковную жизнь, понял, что служить при храме я не буду ни за что, я в этом гадюченьке не выживу. Ну и потом уже с Леной познакомились, и периодически тоже случается, что Лена, она, поскольку человек эмоциональный, она там западет на код священника, там, ой, хочу поехать туда, хочу поехать туда, я ей иногда объясняю, а смысл? Дай рясу потаскать, да? Зачем? Да, да. Ну, ты тоже рясу потаскать. Начинается, дай крест поцеловать, дай перстень поносить, все, и понеслась потом. Есть такая штука, называется популавство, это священник потрогать, происходит от слова лапать попов. Расскажи про попов. Да, есть. Но смысл такой, что я пришел к вере уже осознанно, и после этого, когда уже начал изучать все православие, мне стало так интересно вообще общаться на религиозные темы, да. Потому что есть критерии истины, есть критерии, что православные, что неправославные, можно рассуждать, можно размышлять на какие-нибудь интересные темы. Как вы относитесь к тому, что для того, чтобы покрестить младенца, надо заплатить? Где-то надо заплатить, где-то на халяву крестят. Где-то, во славу Божию, крестят, да. Это еще надо смотреть, наверное, по храмам и по своим собственным возможностям. А как это выбирать? Типа, ну, типа, это же, ну... Ну, вот есть храм, например, на Вакомотиве, вот тут, в Москве. Там вообще крещение бесплатное. Это вот, например, что можно реально привезти туда хоть младенца, хоть взрослого и покрестить. Вот, если, может быть, например, у вас друг какой-нибудь некрещеный, но взрослый, его, я думаю, тоже можно привезти туда и покрестить. Нас с Леной бесплатно повенчали, ну, потому что я там... А, нас повенчали в домском храме, это метро, катонический сад. Потому что я, батюшки, теоретически, там компьютеры ремонтирую, там разные алтарники во славу Госпию настраиваю, а потом я делаю, чтобы работало после всего этого. И он, соответственно, как бы просто так подружески нас покрестил, так что... Да, повенчал нас во славу Госпию, да. Так что фактически именно вот такие отношения. А это получается не во славу Божию, это получается за... За взятку. Ну, за какой-то да, то есть вы что-то сделали для него, и он, типа... это же нормально, это же жизнь, это... есть материальный базис, а есть религиозная надстройка. Так же, как вот мы идем в магазин, там, допустим, мясо стоит 400 рублей, а в другой идем, там, 300 рублей, так и в церкви где-то крещение. 5 тысяч берут, а где-то 3. Да. Да. А где-то, но где-то вообще ничего, где-то, слава Боже, ну, кто более христиан, где торговая точка, где более христиан. там и дорого может быть, да. Но получается, это так же, как и кроссовки Nike можно купить в фирменном магазине, а можно купить на рынке подделку, да? Ну, то есть, если тебя крестили бесплатно, типа, ну, такой, не факт, что ты покрестился. Нет. почему не факт? А вот как? Честно, одинаковые, получается, как не стало. смысл, то есть, это как раз та же самая ситуация, что купил кроссовки непонятно какие, но, или купил кроссовки в 10 раз дороже фирменные, а в них ходишь так же, как бы, как и в дорогих. Ну, недорого. трудно оказаться вот одинаковое качество, и здесь тоже? Не качество, а выполнение задачи. Да. То есть, как вот мы сторонники стратегического мышления, то есть, задача кроссовок какая? Чтобы в них ходить, в них бегать, в них заниматься. А задача открещения какая? Задача открещения стать членом церкви, христианской. Да. Вопрос. Как вы относитесь к тому, что детей, новорожденных совсем маленьких, которые не имеют права выбора, получается, насильно крестят? Разве это не нарушает свободу человека? Может быть, он не хочет быть вообще крещенным, либо верить совсем в другую религию какую-то? Разве это нормально, что маленьких детей так крестят, и не спрашивают их мнение? То есть, ну, понятно, они не могут спросить, потому что ребенок слишком маленький. А, допустим, человек не может решать, когда он, допустим, совершеннолетний станет. Разве это правильно? Крестят по вере родителей, так скажем. Это та же самая ситуация, что я могу своего ребенка кормить каким-нибудь питательной смесью, могу кормить деревенским молоком. Кормить там... Ну, то есть, вот. Это та же самая, какой духовной пищей ребенка кормить, решают родители. Так же, как решают, какой обыкновенной пищей кормить, решают родители. Но если ребенок выберет другую религию, то это крещение ему мешать никак не будет. Нет, не мешает. Хорошо. Я не совсем согласна с этим, потому что все-таки пища, она влияет на здоровье ребенка, на какие-то физиологические в дальнейшем процессы. Скорее можно провести, мне кажется, ближе, допустим, с ориентацией. То есть, тут тоже как бы это более духовное такое... Ну, не то, что не духовное, неправильно выражаюсь. Я имею в виду, что тоже, если ребенок растет в семье традиционной, гетеросексуальной, больше вероятность, что он вырастет в гетеросексуальной ориентации, чем, допустим, он будет расти в гомосексуальной семье. Получается, родители эти, которые взяли, допустим, ребенка из детского дома, я не говорю про нашу реалии, допустим, на Западе, они решили как бы из этого ребенка, что он вырастет гомосексуальным. Возможно. То есть, как он выберет, но шанс у него увеличивается. То же самое и в православной семье. Если он, ну, не в православной, а в любой религиозной семье, относящейся к конкретной религии, если ребенка этого каким-то образом крестят, да, или там, как у Евреев, обрезание, то автоматически получается больше шансов становится, что он в дальнейшем станет именно последователем данного учения, чем так, если бы он рос в такой абстрактной, без всяких вероисповеданий, семье. То есть, получается, таким образом работает. То есть, в какой семье мы вышли, значит, таким мы становимся. Теоретически это так. Например, если в семье играют на музыкальных инструментах, то им больше вероятности, что ребенок будет талантливый в музыке. Так и в религии. То есть, вы считаете, что это как бы никак не ограничивает свободу человека, и, в принципе, это нормально, и он имеет право выбирать, и никак это, ну, как бы плохо, это же негативно, никак на него не влияет, правильно? Свобода, она все равно ограничена просто множеством разных причин. Потому что вот у него родители такие, у кого-то родители такие, у кого-то родители другие. У кого-то родители бухают, у кого-то родители не бухают. Да. У кого-то родители там работают по круглые сутки, у кого-то родители там не особо сильно заняты, и у них есть время просто, чтобы с ребенком общаться, чтобы с ребенком гулять, чтобы с ребенком ходить в зоопарк, например. Поэтому с религией то же самое. И тут надо ещё чётко понимать, что если ребёнка, допустим, не воспитывают религиозно, это не значит, что он свободен. Это значит, что все суеверия, какие там вокруг него летают, все какие-то предрассудки, все какие-то ещё какие-то молодёжные субкультуры там связаны, или самоубийство, или умереть за что-то, или арестантский устав един. Ребёнок этому открыт, потому что у него нет механизма, который будет поддерживать его идеологическую сторону. Потому что религия, она влияет на идеологию. Религия, она влияет на то, во что человек верит. Религия, она влияет на то, что человек на веру примет, или что человек на веру не примет. То есть, если мне предложат там какой-нибудь амулет, который даёт здоровье, я христианин, я это отвергаю, мне это не надо. Естественно, я то же самое. То есть, если у человека религия другая, которая допускает такие амулеты, например, он эзотерик, или он неверующий, или он вообще не имеет религиозного образования, то он, скорее всего, от этого шарлатана этот амулет возьмёт. Хорошо, тогда встречная. Вот вы как раз правильно сказали ключевое слово религиозного образования. Я бы выделила то слово «образование». Какая разница, к какой мы религии будем относиться, если человек, в принципе, будет образованный, и, в принципе, будет доносить до своего ребёнка, что есть хорошо, а что есть плохо, и правильно это объяснять. То есть, зачем, если ребёнку, в принципе, объяснить, что такое наркотик, как бы нормально с ним проводить разъяснительные беседы, например, ну, не факт, что это поможет, конечно, как и всё что угодно, но есть большая вероятность, что, допустим, он не станет наркоманом, да, и не начнёт их в принципе перенимать, потому что, допустим, правильно, мы подадим им эту информацию. Для этого не нужно будет относиться к какой-либо религии, правильно? С другой стороны, если посмотреть, есть радикальные случаи того же самого православия, когда семья очень такая неистово верующая, да, и, допустим, ребёнок чувствует себя в всё-таки маленьком возрасте, это воспринимается немного по-другому, храмы, песнопения, например, да, ему как-то становится дискомфортно, допустим, много людей, какая-то странная акустика, запахи, да, там, лампадки, вот эти все ладан поджигают, ему некомфортно, или, допустим, когда его заставляют учить стихи, или учить, получается, как правильно сказать, это Библию, да, завет, то есть конкретно знать, и это получается как бы ему сложно, а за этого, допустим, наказывают. Разве это нормально? Разве ребёнок вырастет здоровым? Допустим, за этого, я не знаю, бьют ремнём по мягкому месту, например, за то, что не может стих рассказать наизусть из Библии? Плетями по спине. Да, ну... Критерий такой, вы сказали слово «правильно». Вот как раз религия, она определяет, что есть правильно. То есть если человеку давать религиозное образование, то нельзя давать абстрактное. Можно, например, взять и давать атеистическое образование, как бы вот, но это будет образование. Можно давать мусульманское образование, можно давать христианское образование. Но религиозное образование, оно не мешает изучать такую светскую науку, как религиоведение. Не мешает абсолютно. Но религиоведение – это примерно когда там что было, когда жил какой-то религиозный деятель, какое вероучение было. Но это не есть критерий истины про загробную жизнь. Поэтому бывает, что человек знает христианство, знает, кто там что было. Но если он не верующий, нет у него религиозного образования, то область про загробную жизнь у него фактически получается не прокачена. И здесь, соответственно, уязвимость для самых разных суеверий, для самых разных предрассудков совершенно дичайших. Поэтому бывает вроде профессор, вроде должен быть человек научного склада ума. И вдруг начинает верить в какую-то там барабашку, в какие-то амулеты, в какие-то талисманы. В какую-то чиперезацию. Ну... Вред от прививок. Ну, хотя бы вот такой пример, самый такой хрестоматийный. Ну, вот Наталья Поклонская вроде как генеральный прокурор. То есть, если человек работает прокурором, то у него должно быть научное мышление, ну, в том плане, что доказательства. То есть, как бы, если что-то говорит такому человеку, то какие доказательства, как бы, это должно сразу срабатывать. Как, например, Гоблин, вот, он в милиции работал, у него сразу, как бы, вот, здесь есть какой-то фильм начинается про криминал, а не так работает, не так работает, не так работает. И тут Наталья Поклонская объявляет, что ей являлся какой-то святой. И сразу возникает вопрос. А как это генеральный прокурор на такое явился? Значит, должны быть, наверное, какие-то доказательства. Колеса. Вот этот святой доказал, что именно он это. Как вообще, какие улики оставил? У меня вопрос. Вы не считаете просто, что все православие, ну, вся вера вообще, она навязана обществом? Ну, то есть, невозможно поверить в Бога, если никто о нем не говорит. Если никто о Боге не говорит, тогда начинают возникать естественные, примитивные религии, которые были примерно в каменном веке. То есть, как человек хранить, как задобрить дух какой-нибудь, как сделать, как какой-нибудь ритуал совершить, перед тем, чтобы получилось. Вот, пожалуйста, полно всяких военных. Кстати, ну, вы же понимаете, да, что человека сейчас, человека закапывают в землю не потому, что он, типа, христианин и так положено, а потому, что если он останется на поверхности, он будет вонять, и его растаскают собаки. Ну, типа, это вот захоронение, типа, считается, что это христианская традиция. Ну, типа, это не поэтому. Это же потому, что... В кремации, да. Ну, здесь это как раз я вас могу отсылать к Станиславу Дробышевскому, который, вот, полеоантрополог, и вот могилы каменного века, это не просто закопали, а это еще на него навешали каких-то украшений, ему еще дали какой-нибудь каменный топор, его согнули в определенную позу, и вот таким образом его похоронили. То есть, его не... Это переросло уже после того, как людей просто-таки скидывали с горы, блин. И, ну, это имеется в древности, когда еще не было христианства. У меня есть, в принципе, вопрос. Если убрать, да, вообще не говорить о Боге и оставить только, допустим, тот же научный подход, если смотреться с точки зрения науки, то есть мы, как атеисты, мы понимаем, что никак не доказано, никто не возвращался, никто не говорил, да, что Бога нет, что он не сидит. В космосе летали, в космосе его нет, то есть на облачке он где-то не сидит. Где он сидит, как бы непонятно, да, доказательств нет. После смерти у нас просто отключается сознание, и мы медленно разлагаемся и превращаемся постепенно в частицы грунта, песка, если мы в земле, да, и уже там на нас там что-нибудь растет, но, опять-таки, у нас нету ничего, все, мы исчезли, нас уже не существует, так? Ну, я имею в виду с нашей точки зрения, с позиции, да, атеистов. Получается, смотрите, то есть, по сути, все эти ритуалы, они не имеют никакой смысловой нагрузки, если после смерти нет ничего. Какая разница, если ты умер, тебя отпоют, не отпоют, топорик с тобой положат, цветочками там обложат. Это не важно, этот человек, он уже не человек, он уже просто оболочка телесная, которая разлагается. Просто, в принципе, нет смысла никаких ритуалов вообще. Зачем за ней ухаживать? Зачем вот эти вот все... Ой, звук! Еще раз скажи. Зачем вот эти вот все тогда, ну, традиционные штуки ухаживания покойными? У меня вообще вопросов капец. Типа, зачем человека, который умер, кладут дома лежать какое-то время в гробу? Ну, типа, традиция какая-то христианская. Кто это придумал? Ну, вот это как раз из-за разных религиозных суеверий. То есть христианского какого-то... Так это батюшка говорит в церкви, он у вас полежит? Скажет. Мы, если мы говорим про религию, то мы оперируем догматикой. Если мы говорим про... Что-то кто-то сказал, то мы говорим про культуру. Короче, Денис, неправильно у тебя был батюшка. Так почему тогда... Ну, типа, нет. Ну, слушай, миллионы людей лежат дома. Зачем вот эта вот хрень? Типа, сами священники из церкви приходят и занавешивают зеркала, а сами что-то там делают. Ну, здесь момент такой. Ну, вот что священник сказал, а если бы это сказал какой-нибудь народный артист? Хорошо. Зачем машут кадилам? Зачем вот это благовоние? Ради чего это? Религиозный обряд. Так мы язычники тогда, получается? Если мы соблюдаем обряды какие-то. Есть религиозный обряд, есть языческий религиозный обряд. Есть... Нет, я понял. Они для чего это делают? Есть такой религиозный обряд. То есть в религии есть вероучение и в религии есть литвовика. То есть обрядовая страна. То есть совершается какой-то обряд в религии. Перевожу. Потому что. Делают потому что. Ну, типа, да. Оно просто есть, потому что это вкусно пахнет. Оно не вкусно пахнет. Скорее, знаешь, потому что так делали раньше. Ну да. Это просто преемственность. Это скорее даже идет не от батюшек, мне кажется, а из семьи. То есть из семья верующих, они просто по словам передают друг другу, там соседи и все такое. А еще по поводу того, что вот мы недавно говорили, что если бы религий, к примеру, не было, то вы сказали, что появлялись бы какие-то примитивные религии, да? Ну я думаю, а как бы они появлялись, если бы начала там популяризироваться наука? Люди начали понимать, что это вот, знаешь, они бы не начали придумывать какую-то религию, если бы они понимали, как что устроено. Им бы не нужно было искать ответку в чем-то сверхъестественном. Ну просто если теория Дарвина развилась до такой степени, что ну не было, то есть она была бы первой, и после нее люди когда-то поверили бы в Бога, они бы пришли и сказали, слушай, Дарвин, мы как бы все понимаем, обезьяны, вот эти вот все конечности, вот эти пятикантропы, вот это все классная, конечно, история, но тебе не кажется, что может быть где-нибудь есть Бог? Так, сейчас вот... Да ладно, бля, Бог, что ты гонишь-то? Никакого Бога нет! И все, и на этом бы все закончилось. И сидели бы мы сейчас, разговаривали про обезьян, про каких-нибудь. Сейчас тут переполнение стека, чтобы не возникло, я расскажу первое. Значит, значит, вот, Ландау сказали, что если бы вот не было, было бы все объяснено, то религии бы не возникали, правильно? Так, вот это наблюдениями опровергается. Вот есть Великая Отечественная война, есть коммунисты, комсомольцы, то есть идеология атеистическая государства. Но ведь уже была религия, подождите, религия была уже раньше, то есть люди знают, что есть атеизм, но религия-то осталась, просто она была запрещена. Она была подпольная, почему? Я говорю, именно как возникали примитивные религии. И вот сейчас раскапывают поисковые отряды останки погибших воинов, находят такие медальончики у них были, там такая типа гильзы, там свернута бумажка, где надо было написать свои реквизит, фамилия, имя и откуда ты родом. И вот люди, солдаты, массово эти бумажки не заполняли, потому что было такое суеверие военное, Если я ее заполню, то меня обязательно убьют. Да, есть такое суеверие, вот так возникают примитивные религии. И было еще множество, и кто-то подклад по шинели засовывал, и носили крестики всякие, и носили агарки свечей, то есть так именно возникает религия. То есть нету религиозного образования, и как только нет религиозного образования, сразу начинается такое примитивное суеверие. это можно привести пример, если вот в какой-нибудь области знания, у вас есть знания, например, как работает программа OBS Studio, вот есть знания, вы это применяете, эти знания, и представьте ситуацию, ну потому что вы где-то этому научились. Это казалось хреново. То какой-то человек впервые эту программу видит, и он пытается методом научного тыка освоить, и он думает, вот я мышку вот так подвину, а я вот в Word на похожую иконку кликал, и получалось вот это, надо сейчас вот это кликнуть, ой, я кликнул, у меня получилось, то есть вот примерно так же происходит и в религии, потому что религию надо рассматривать именно не как кучу какого-то информационного мусора, как часто люди по невежеству рассматривают, а как конкретная система знаний для конкретной области действия, то есть религию надо понимать и применять именно там, где религия действует, а не абы где и абы как, и абы что путать с религией, понимаете? Да, у меня по этому поводу есть высказывание, у меня очень понравилось говорить, я с вами совершенно согласна по поводу суеверий, но вы сказали, для этого у людей должно быть религиозное образование, а зачем религиозное образование, им достаточно просто хорошего образования, чтобы они понимали, чтобы они не верили в гороскопы, не верили в экстрасенсов, не верили в счастливые трусы, одеты на экзамен, и поэтому ты хорошо сдашь экзамен, например, для этого нужно просто хорошее образование. И оно не обязательно должно быть по логике религиозное. Религиозное, это значит, что есть догмы, как вы говорите, и только этим догмам можно верить, правильно? И, соответственно, они, эти люди, не нахватаются суеверий, потому что у них уже есть какой-то костяк, какая-то основа, догма, в которую они верят. Но если у них нету догмы, но они в принципе понимают, что суеверия не работают, и это уже научным путем доказано, что это никак не работает, и они это понимают, что эти люди образованные, они тоже так же не будут верить. То есть это зависит, я считаю, от образования, не обязательно от религии, просто от образованности человека. Значит, образованность человека, она будет в науках, правильно же? Вы же говорите про образование научное, так? Да, про научное образование, без всякой религии, просто обычное образование, да. Образование, оно помогает, и оно нужно, и оно хорошо в тех областях, где действует наука. Но наука, к сожалению, действует не во всех областях. То есть в науке нету такого, чтобы вот мы сидим в окопы, и случайным образом туда в окопы залетают пули и снаряды. И чтобы нету в науке, что надо сделать, чтобы это случайно не в меня попало. А что нужно сделать? И человек начинает молиться, человек начинает какие-то талисманы придумывать. Потому что всё, самое лучшее образование, оно не касается тех областей, где касается религия. Потому что религия, она изначально существует для того, чтобы действовать, давать людям знания там, где по-другому нельзя никак исследовать. Понимаете? Мне кажется, появляется там открытие, там, где появляется открытие новое, там заканчивается вдруг резкая религия. А именно там? Не было ответов на вопросы, там была религия. Появляется ответ на вопрос научным, исчезает отсюда религия. Смотри, это такой эффект собаки. Знаешь, вот у собак есть такая штука, у кинологов. Значит, когда собаку воспитывают мелкую, с ней, ну, всегда говорят, что надо с ней много ходить, гулять, показывать в разное время суток. Иначе, если собака, ну, можно испортить психику собаки из-за того, что, например, если собака издалека увидела фары, вот, и начала шугаться, да, чего-то, то, не зная этого объекта, она начинает дорисовывать себе в голове что-то похожее, где-то что-то видела, может быть, где-то допридумывала, увидела силуэты, проецирует это к себе в мозг, как на большую какую-нибудь там животное, знаешь, которое может ей обидеть. Вот, пока вы не подойдете к этой машине, и она конкретно не увидит, что это машина, и она не представляет никакой опасности, собака будет дергаться. Вот такая же история происходит и с человеком, что если к человеку попадается что-то необъяснимое, и ему в первую очередь сказали, что это божий промысел, то он поверит, ну, если он другого ничего не знает. А если ему объяснить это с точки зрения, ну, с другой точки зрения, он будет верить в другую, да, в науку, например, еще как-то объяснить, он поверит так. То есть он поверит в первое, что ему скажут, что для него будет понятным. Не во всех областях есть объяснения научные, поэтому религия существует. Чем больше наука, тем больше грамотный человек, тем, соответственно, меньше у него темы религии. Хорошо, у меня тогда, кстати, есть вопрос к научной такой теме. Я хотела спросить именно ваше отношение, как к религиозным людей, как вообще появился человек, кто его создал, как, верите ли вы в теорию эволюции? Да, и когда вообще человечество создалось, когда люди появились? Или у вас какая-то другая версия по этому поводу? Первый человек. Да, расскажите, пожалуйста. Так, ну, что можно сказать? То мы поддерживаемся, конечно. То есть религия не мешает науке, потому что что Бог говорит про человека? То есть если религиозное мировоззрение, что человек создан по образу и подобному Божьему. То есть человек отличается от всех других существ наличием религии. То есть религия нужна для связи с Божеством. Соответственно, человек отличается от других живых существ именно вот этим. У живых существ. Ну вот, как бы вот. Подожди, подожди, подожди секундочку. Как религия? Человек отличается от других существ тем, что у него есть сознание и самосознание. Сознание. В большую очередь, да. То есть он может себя идентифицировать в обществе, также у него есть речь. А уже религия, это уже посредство его жизни в социуме, какой-то коммуникации. И как мы уже ранее говорили, попытки объяснить какие-то необъяснимые вещи. Откуда мы знаем, как вообще появилась религия? Да, откуда? Мы знаем от того, что когда было что-то сверхъестественное, что нельзя было объяснить. И чем больше появилось научных объяснений, чем меньше, меньше. Не, не, я хочу говорить про людей. А как тогда, в принципе, человек, вот я имею в виду, вот по-вашему, как вот вы считаете, как появился человек вообще? Именно как вы считаете? То есть это было Адам и Ева? Как? Ну да, каким путем? Или из глины их слепили? Как? Ева, да. Были Адам и Ева когда-то. Хорошо, тогда у меня встречный вопрос. Если были Адам и Ева, и мы все их как бы дети, получается, правильно? Да. Почему тогда есть негры, есть китайцы, и есть люди, которые абсолютно друг на друга не похожи? Ни цветом кожи, ни ростом, ни какими-либо просто экстерьером, да, внешними какими-то признаками абсолютно не похожи? Как это получилось? Вопрос к генетикам. А вот уже сюда как раз, вот это уже в процессе, уже действительно начали вот как-то получаться и рождаться вот разные люди в разных местностях, получается, что вырастали в результате чего-то разного. На этот вопрос отвечает генетика. Да, это генетика, да. Как человек менялся, на этот вопрос отвечает палеоантропология. Религия, она отвечает на конкретные вопросы, касающиеся связи человека с божеством и загробным миром. То есть вот религия для того нужна, где не действует наука. Поэтому есть какие-то библейские сказания, это как бы понятным языком людям того времени объяснялись некие вещи. А религиозный смысл, вот, Библии, это не как научная какая-то книга, как исторический документ. А именно, например, вот, ну, например, про Адама и Еву, что образ, подобие Божие. То есть отличается человек принципиально от всех живых существ с наличием того, что у него есть особая связь с божеством. Ну, это про религии. А мы, получается, все как бы дети инцесса? Нет, это не инцесса, Адам и Ева, это дети Божьи. А дети как размножались? Это дети, это брат с сестрой, по логике, правильно? Да, они размножались. Если в популяции, с точки зрения генетики, если у людей происходят инцессуальные связи, то это дает следующее, что признаки генетические таким образом комбинируются, что в дальнейшем их дети становятся бесплодными, либо становятся с такими большими пороками развития, что рождаются мертворожденными, либо вообще происходит выкидыш на ранних этапах беременности. Так как, получается, у них происходят такие мутации, которые несовместимы с жизнью. Каким образом тогда человечество так расплодилось, если происходят данные процессы? И это генетикой доказано. Сразу вопрос. Во времена Адама и Евы... Не было генетиков. Ну да, удобно. Так мы работали в процессе. Потому что, например, мы, когда берем и исследуем что-то в прошлом, мы подразумеваем, например, что скорость распада какого-то радиоактивного вещества была такая же, как и сейчас. Да. Это не факт. Не факт, да. То есть мы, да, принимаем это как... Как эталон, хотя бы то, что доступно. Мы принимаем такую гипотезу, но подтверждений того, что именно это было так, у нас нет. И у нас вообще нет никаких подтверждений научных про то, что было во времена Адама и Евы. То есть религия нам говорит про духовный смысл, а научный смысл, типа вот какие-то по вещественным признакам, это вопрос к археологам, к тому же Станиславу Трабышевскому, вот там, чем отличается Homo erectus от неандертальца, от пятикантропа, какие признаки... У меня тогда еще есть... Да. Научный метод, в принципе, говорит, что нет, не было Адама и Евы. Нет, ну это один вопрос. А у меня тогда вопрос встречный. Разве в догмах не сказано, что, в принципе, инцест — это грех? Как тогда объяснить, получается, как в дальнейшем Бог разрешил размножаться Адаму и Еву, если они грешники, правильно же получается? Он уже наказал и отправил на землю за это. В догмах про это вообще не сказано. Начнем с того. Если интересует Библия, то это сказано, что сначала вот это рождалось, а потом уже в Ветхом Завете, это спустя несколько тысяч лет по библейской хронологии, это уже родственные связи были запрещены. Да. Если по Библии мы говорим. А, в принципе, тогда по поводу возраста человечества, сколько тогда, в принципе, тысячелетий человечеству? Где, куда делись динозавры? Типа, где, что, как вообще? Это археология исследует. Это вопрос не религиозный, это вопрос научный. Научный говорит, что не было Адамы и Евы, а по религии говорится, у нас же лет тысяч... Как говорится, сколько лет Земля? 7 тысяч лет, кажется, по религии говорится, да? По религии 7 тысяч лет вроде. Да. То есть 2 тысячи лет от рождения Христа. Это просто на основании библейской хронологии, там по царям, по сроку жизни первых людей, вот такая цифра получилась. Но это не единственная такая цифра. Да. Наука, там, например, реликтовое излучение, оно как бы приходит, скорость света известна, и если по нему смотреть, то получается всё-таки миллионы лет. Да. Более правильно. А что дагматов написано по этому поводу? Дагматов ничего не сказано? Дагматов нет на эту тему. То есть этот вопрос не догматизирован, поэтому христианин может верить в бесе. Неудобно. Во всё, что угодно. То есть догматизировано только, на самом деле, в религии догматизировано довольно мало всего. Да, точно. Понимаете, это у человека, который в религии не разбирается, ему кажется, что там вообще всё догматизировано, что там негде порассуждать. А на самом деле догматизировано очень мало, и вот даже такой момент, вот за что нас православные очень часто не любят, что мы рассуждаем на тему, которую трогают пролайферы. То есть на тему, является ли эмбрион до рождения полноценным человеком. То есть уже полноценный человек, это уже когда-то это существо родилось. Но здесь вопрос в другом. Есть ли душа? Когда появляется душа? Вопрос не догматизирован. То есть это капец, как удобно вообще. Ну да, нет никаких четких правил. То есть православные сами себе придумали, какую-то книгу написали, и потом придумали ещё одну, в которой можно всё менять. Ну, это вот если прям очень грубо утрировать всё. Не так. Догматы — это то, что общее в христианстве, а то, что чьё-то конкретное мнение, это называется тела эгумена. Частное мнение богословское. Но эти же догматы создали люди изначально. Догматы создали люди изначально. Чтобы... Мемлю написали люди? Люди. И Ветхий Завет. С какой целью? Чтобы определить религиозное учение. Хорошо, здесь в чате был интересный комментарий, который вкрукает на тему. Если были Адам и Ева, созданные Богом, то есть Адам и Ева знали, что Бог существует. Почему люди об этом забыли? Никто не забыл. Но Иисус пришёл, и ему пришлось доказывать, что Бог есть. Начнём с того, что когда пришёл Иисус, то были иудеи, были язычники, самые разные были религии. Иисус, он пришёл к иудеям. Так они откуда возникли-то, если был просто два человека, которые тупо знали чётко, конкретно, что Бог есть? Ну хрен его знает, откуда появились? Он пришёл и сказал, я ваш батя, идите отсюда. Не так, на самом деле, что у людей, поскольку есть свобода вероучения, поскольку люди изучают, познают мир, то они, соответственно, размышляют и на религиозную тему. Вот. Поэтому люди размышляли на религиозную тему, сколько человек, столько и мнений, поэтому и... Потому что они запутались. Понятно, ладно, пришёл Иисус, всех победил. Короче, такой вопрос, который я хотел задать, и забыл, блин, потому что... Не вспомнили? Не знаю, почему. Не конец, ладно? Давай там спросим. А, вот, смотрите. Если... Если Бог любит всех, Бог есть любовь, любовь есть Бог, если всё это там капец, прям очень классно и так... Все прям друг друга любят целыми днями, то почему он решил, что он может себе позволить заставлять людей мучиться? Ну, типа, в ад их отправляет. Болезни. Шлёт всякие, да. Какие-то проклятия там, типа. Почему это так работает? Дети умирают, они же ни в чём не виновны, правильно? Это одна часть вопроса. И вторая часть вопроса будет складываться от того, что вы же прекрасно знаете, что православные католики, хрен знает сколько лет до того, как мы родились, жгли людей на кострах. Ну, типа, это... Ну, это вроде как... Нормально вообще? Ну, типа, боевые монахи, которые истребляли деревни. Это нормально вообще? Ну, типа, мы пошли... Ну, типа, это потом... Я даже скажу хуже, что были времена, когда к людям относились как к вещам. То есть рабовладельческий строй, раб — это говорящий о роде труда. Было и даже такое. А в каменном веке ещё люди людей даже кушали. Но они до сих пор кушают кое-где. Нет, я понимаю, например, почему были созданы вот эти вот там отряды боевых монахов, которые защищали церкви раньше. Поличка. Ну, политика, что такого, что удивительного. Поэтому, типа, нельзя причинять боль страдания людям. Нет, так вопрос, в принципе, про Бога. Почему Бог причиняет страдания? Не монахи, а сам Бог. Почему Бог создал болезнь? Почему болезни он насылает? Почему умирают дети ни в чём не виновные? Как? Если он такой, ну, миролюбивый, они за что? Они же не виноваты ни при чём. Почему хорошие люди умирают, а плохие живут? А не надо переносить свои фантазии на тему, что такое хорошо и что такое плохо, на Бога, который размышляет критериями не только земной жизни, но и жизни после всеобщего воскресения. Это во-первых. А во-вторых, есть человеческая свобода, и люди могут жить рабовладельческим строем, могут жить первобытно-общинным строем, могут жить капиталистическим строем, могут быть социалистическим строем, могут объединяться в государства, могут объединяться в политические партии, могут объединяться в какие-нибудь криминальные банды. Почему дети умирают? Если он миролюбивый, почему просто умирают маленькие дети, которые ни к чему не верят, просто маленькие души? Почему есть болезни? Почему, если он миролюбивый? А не надо свои фантазии про то, что есть миролюбивый, приписывать к божеству. Бог, он делается людей, Потом, опять же, люди, они воскреснут И будут дальше продолжать свое бытие То есть это хорошо, что он умер получается, или как? Дети отвечают за грехи своих родителей А это фантазии, как люди понимают, что По-христиански за грехи своих родителей не отвечают Есть, и что вот есть такой момент? А почему действительно рождаются больные дети? Еще есть такой момент, что термином грех То есть если мы говорим про нравственность Про религиозную нравственность Это есть тоже такая штука Что термином грех называется и как какой-то человеческий поступок Против божества И так и состояние человека Ну как таковое, в каком он оказался То есть если у человека есть наследственное заболевание То как бы грех это болезнь Тоже вот есть такое в христианской философии Получается, генетику создал Бог Он создал ДНК, он создал эти мутации Он же создал все это Он создал мир, в котором существует человек В таком виде, в каком он существует Скажите, а зачем нам вот молиться? Зачем мы молимся, например Молится мама, чтобы ребенок ее выжил Он смертельно больной Она молится, молится, молится И ребенок все равно умирает Она плохо молилась или как? Для кого испытание? Зачем она молится и ребенка, который умирает? Для родителей Значит, момент такой, что если взять христианские молитвы Обратите внимание на Отче наш То там на самом деле о конкретике особо и не молятся А смысл такой религиозной жизни Если мы говорим про религиозную жизнь То мы действуем вместе с Богом То есть человек вместе с Богом действует совместно Называется это синергия То есть когда человек живет религиозной жизнью Это значит, я помолюсь Типа Бога призвал свою жизнь И дальше я уже действую На основании своих сил Своих умений Ну и Бог захочет вмешаться Захочет не вмешаться Ну да На самом деле вот Как бы алгоритм жизни И деятельности религиозного человека А всякие мысли там Идти что-то вымаливать Так, поставить задачу Кого-то отмолить Там вот сам молюсь Потом какие-то ситуации подключаю Это вообще-то Не христиански Не по-христиански По-христиански это я имею свободу Я действую В соответствии со своей свободой Но я Призвал Бога в свою жизнь Ну как бы и все То есть это не то, что я Не то, что недостаточно молилась Неправильно Дальше действовало получается как-то То есть на самом деле Я здесь То есть если я сделал что-то Такое Допустил какие-то ошибки Это значит Я допустил какие-то ошибки Примерно так Просто Бог в любом случае Почему-то не виноват Бог не виноват Потому что он творец Он как бы Ну это опять же Та же ситуация Что когда виноват начальник Начальник не виноват Это значит подчиненные дураки Что они разобрались Ну разве это не честно? Это же не честно В таком случае А зачем тогда верить И молиться начальнику Если он не хочет Не помогая Не капризничать К примеру Они это не заставляют Пожалуйста Остановите землю Я сойду Ну смотрите Во-первых От того, что люди Все умирают В разном возрасте Да Ну допустим Рождается Какой-нибудь там Маленький младенец С какими-нибудь там Пороками Который в перспективе Через 15 лет умрет К нему настолько Вот привязывается Это Мать его Она начинает Верить в Бога Она начинает Там молиться Она ходит Она делает все Знаешь Умирает Женщина не выдерживает И кончает жизнь Самоубийством Из-за того, что Бог Послал ей Вот такую вот историю Ребенок Соответственно Типа попадает в рай А женщина Попадает в ад За то, что она 15 лет Ухаживала за сыном И просто не смогла Типа сдержать Вот эту вот Свою эмоцию Которую Бог Ей дал То есть Бог Целенаправленно Отправил ее в ад Неправильно Как раз здесь Ошибка такая Что в жизни Разных людей Бывают Разные Ситуации Если мы Сейчас будем Размышлять Над этой ситуацией С точки зрения Религиозного Человека Христианина То есть Значит Надо было Ей молиться Жить Религиозной жизнью И если Суждено Ребенку Умереть То Суждено Умереть И Ее Религиозная Жизнь Она Эту мать Должна Была Продвинуть То что Вот она Там Допустим Стала ближе К религии Она Знает Библию Она Молится В храме Занимается Аскетической Жизнью И Делает себе Религиозную Карьеру То есть Она В результате Становится Допустим Начальником Церковного Хора Церковным Работником Как-нибудь Преподавателем Ну вот как бы Совсем Другая история Да Ребенок Умер Но она Хотя бы Сама Как бы вот Был Божий Замущ Да В этой ситуации Она выбрала Используя Свою Свободу Воли Ходить К бабкам Ходить К экстрасенсам И лечиться Какими-то Способами Непонятно Какими И Вы же понимаете Что в данной ситуации Ребенок бы все равно Умер Потому что Бог изначально Сделал его Неправильным Он изначально Ему Ну она Могла бы это пережить И все равно Встать на ноги Но почему-то Вот как-то Странно Она пошла Другой дорогой И Получился Шиворот на выворот Ну как Ребенок бы умер Короче Был бы сделан так Потому что захотел В чем смысл Тогда этого испытания В чем смысл Этого испытания Зачем Людям Которые Вроде как Нормально себе живут Давать испытания Ну На Которые Прям вот Прям на грани Которые Человек Не может Вытерпеть Просто Неужели Бог Не знает Вот этот Создатель Не знает Что Какое испытание Человек Выдержит А какое Нет Кстати Хороший вопрос Задан Потому что Это как раз Ну наконец-то Я Полтора часа Старался Понимание Человеческой Свободы Что Вот допустим Какая-нибудь Простая Ситуация Вот Работает человек Рассыпал Банку Гвоздей Он может Сказать О господи Помилуй Или Выругаться Матом Зависит От человека Зависит От его Воспитания Зависит От его Как бы Что у него На душе То есть Как бы Более простая Ситуация Которая Ну как бы Такая Ни о чем Ну как бы Вот Человек же Свободен Матюгнуться Или помолиться Так И в ситуации Что Больной ребенок Ну да Этот ребенок Он Имел Такое Вот Когда ночью Мизинчиком Об табуретку Ударишься Не очень Самолиться А монах Какой-нибудь Вот Мог Именно Какие-то Чувства Религиозного У него Здесь же Вот какая Ситуация Чем отличается Религиозный От нерелигиозного Человека Как он Своей Религиозностью В жизни Распоряжается То есть И Как он Или выругается Или помолится Как он Отнесется К смерти Близкого Человека Как он Отнесется К каким-нибудь Политическим Событиям Как он Отнесется К Каким-нибудь Религиозным Вопросам Да Или он Допустим Сменит религию Или он Найдет Ответ В рамках Своей Религии Да То есть Это как раз На человеческую свободу То есть Человеческая свобода Она Довольно Широкая В религии А Вся Все Религиозное Учение Оно Именно Направлено На то Чтобы Человек Этой свободой Разбирался Ну то есть В этой свободе Распоряжался Разумно То есть Допустим Вот я Проезжаю В незнакомый Город Меня там Допустим Кидают Я там Свободен Но Если Меня Заставляли Учить географию И учить язык То я в этом городе Сориентируюсь Сориентируюсь лучше Чем если Я учил Все что угодно Кроме географии И языка Да Вот То же самое С религией То есть Если допустим Та женщина Была из религиозной семьи Знает веру Знает что Есть божий промысел Что если Как бы Суждено умереть Значит умрет Да Обращаться К всяким колдунам Это Плохо Ничего хорошего Из этого не выйдет Да А верить в судьбу Разве это не противоречит Ну вот Божественным Вот этим всем историям Противоречит Ну вы сейчас говорите Что если суждено Значит вот Если суждено А Понял Да Плохой термин я сказал Если будет божья воля Ну да Если Если на то Божья воля То есть судьбы нет Есть божья воля Есть божья воля А в чем разница Тогда судьбы Божьей воли Это же просто слова другие Ну не совсем То же самое Судьба Предрасположенность Судьба Это предрасположенность К чему-либо То есть бог знает Как это будет И значит так и будет А предрасположенность Что Ну да Вот Родился человек В неблагополучной семье И вроде бы он должен Стать каким-нибудь уголовником А он взял Например Познакомился С человеком Который увлекается наукой Которому нравится учиться И он И он Взял и Искал Какой-нибудь Где дают общагу И пошел Учиться Ушел из этой семьи Да В другой коллектив Там поступил На кафедру работать И его жизнь Сложилась иначе То есть У него была Предрасположенность К плохому Он ее перевернул На Своей свободой И бог Пошел Видит Ну человек Старается Ну и Начал давать ему Похожие ситуации Не из-за того ли это Что человек Просто старался И вот Ну типа Просто старался Хотя бы В рамках Моих возможностей А бог тоже Как-то действует Видит Стараться Ну типа Вот вы Вы понимаете же Как насколько Это все противоречит Друг другу Что если ты Стараешься И что-то делаешь То бог тебе дает Ну типа Это очень выгодно Со стороны Со стороны Вот религии Объяснять Что типа Ты пашешь Как конь Типа бог видит И тебе дает Нет Да это не бог видит Это я пошел Как конь Поэтому у меня Все получается А если я лежу На диване То бог тебе не дает Да никто тебе не дает Если ты лежишь На диване Типа это просто Понял Ну как По-другому Как понять Что это именно Бог тебе дает Что это именно Его заслуга А не вот Моя Что я тружусь Что так все складывается Я вот предугадываю Я развился Я начинался книжек Я там умный капец Стал И все прогнозирую Поэтому я вот так Если мы говорим Про вещь Которая касается Там где невозможно Посчитать Рассчитать Таких вещей много Как например Человеческая судьба Сравниваем С другими религиями Пожалуй Статичная мифология Вот если суждено Что убьешь Своего отца И станешь Женой своей матери То Так и случится Как ты там Не извращайся Куда-то там В какую-то другую страну Не иди Как ты там Жертвы не приноси То именно так случится Потому что так суждено Так как бы Может даже боги Уже и передумали Но судьба Была такая У человека А в христианстве Не так А в христианстве Ты взял Изменил свою жизнь И изменилось Отношение бога к тебе Потому что свобода То есть Человеческая свобода Она входит В божий То есть Божий промысел Учитывает Человеческую свободу Что если человек Видит То есть Если бог видит Что человек старается Он Начинает ему помогать Примерно вот так Работает Христианское То есть Когда вот я Да Когда особенно Накануне Прихода В христианство Когда я Особенно Всякими Там Изощренными Способами Пыталась Уйти Из Вида Моих Бывших Вуховных Руководителей И Именно Все-таки Старалась Стремилась Найти бога Но в конце концов Со временем Действительно Удалось Вот Значит Произошла Целая цепочка Чудес И в конце концов Я добралась До Москвы И приняла Христианство То есть Бог не увидел Что вот Эта женщина Спасти своего Ребенка На протяжении Пятнадцати лет Он не увидел Что она старается Да Потому что Она хотела Как сасенсовым Бабкам А это не по религии Она верила Всякую ересь Поэтому Он ее Таким образом Наказал Получается Нет Не наказал А он дал ей Свободу Есть Вот Христианское Учение Пожалуйста Можно Учебники Все доступны Ну как бы В такой ситуации Веди себя По-христиански Но тут же Дана свобода Вот пожалуйста Эзотерика Вот пожалуйста Оккультизм Вот пожалуйста Другие религии И в этой ситуации Человек выбрал Эзотерику Оккультизм Другие религии У этой матери Была свобода Выбрать Или христианский путь Или эзотерический путь Она выбрала Эзотерический путь И получила Все красоты Эзотерического пути интересно вопрос в чате зачем мы вообще нужны богу в чем смысл бог свободен создать людей он их создал просто приколюха какая-то да ну вот типа он слать им испытание смотреть как они себя помогу если плохо то не помогу бога мы понять не можем потому что знание и естество и промысел божий он намного больше чем у нас так же как обезьяна не может понять какие-нибудь кромысел дрессировщика зачем она ему нужна зачем зачем делать зачем создавать вокруг себя столько вопросов когда можно показать себя и решить все одним вообще вот разом просто когда все поверят он создать себе огромную армию до которая сможет противостоять все будут намоленные капец рухнет все правительство будет одна большая церковь мы построим купол вокруг планеты и будем все поклоняться богу вот ему будет хорошо всем будет хорошо и создаст таким образом себе огромную армия которая паразит там говорить кто там остался в адулой черти момент такой что божество оно живет в вечности а у человека опыта пребывания в вечности нет вот после смерти будет поэтому нельзя поэтому бог не может себя показать во всей своей полноте потому что его существо его то в чем он живет его природа она выше человеческого познания то есть я могу показать студенту какой-нибудь прибор сложный а студент не понимает что это такое или вот простейший пример вот я понял понял но при тоже можно показать обидеть как он работает а бог не как я про собаку объяснено вообще как бы не известно где где находится сейчас будет неизвестно и области студентами знаний в области электроники он гуманитарий но и как я но и как ему показывать как работает какой-нибудь осциллограф но ведь там бегает как он там покрутил ручку там синусоиды стало шею синусоиды стало уже но не понимает вообще что такое радиоэлектроника не ну и мы понимаем это объяснить за какой-то большой период времени не мгновенно за один урок да но со временем объяснить основы основ и все объяснить где где вообще есть есть четкое объяснение этом любое что мы можем взять что не касается бога всему есть конкретное объяснение мы можем это доказать почупать потрогать смастерить создать сами там еще что-то сделать все что касается богом это придуманная история написанная в книгу которой надо поверить в вот как раз то что сказали вандау это как раз обид ну надо объяснить а вот как раз бог этим и занимается бог создал церковь бог создал религию и вот пожалуйста вот так и объясняет а как церковь помогает по знанию религии церкви есть конкретная уставная задача совершение богослужений хранение вероучения совершение обрядов а как они кажется вам что так уже мы говорили ранее церковь данной ситуации занимается коммерческой больше деятельностью то есть это как знаете напоминать немного финансовой пирамиды то есть самовосполняемая а церкви строятся потому что прихожане им жертвуют соответственно церкви строятся соответственно к ним приходит нового прихожане которые снова жертвуют и снова строится новой церкви за счет этого собственно живут все кто служит в этой церкви получается и это будет как бы бизнес разве нет как это относится богу как бы да в идеале они должны нести знания нести просвещение веру к богу но по факту мы видим очень много примеров что это так не работает это работает как какая-то жесткая коррупционная и идеологическая схема сейчас сразу пошли такие подмены понятий значит если мы говорим про церковную финансовую деятельность во-первых мой любимый мем зао рпц как раз он очень хорошо показывает что человек не разбирается ну то есть человек не понимает в церковной экономике во первых церковь это нкоо некоммерческая организация чем отличается коммерческая организация от некоммерческой я напомню потому что значит коммерческая организация цель это получение прибыли вставная цель но это любое ооо любой зао уставная цель получение прибыли некоммерческая организация нкоо уставная цель достижение цели То есть, какая-нибудь политическая партия, некоммерческое партнерство, религиозная организация – это не для получения прибыли, а для достижения какой-то цели. Соответственно, у религиозной организации устанавливается совершение богослужений, хранение вероучения. Ну, то есть, вот, исходя из этого, какие следствия из этого, что в церкви не работает закон о торговле, потому что церковь не торгует. То есть, для своих верующих доказываешь свою веру, вносишь тарифицированное пожертвование, и они дают подарок какой-то девайс. Ну, как пирамиды. Да. А что же так действует? Дают тебе девайс какой-то? Да. Да. С виду. Ну, то есть, это говорит о том, что церковь – это некоммерческая организация. Понимаете? Почему они так возмущались, когда было время коронавируса, и нужно было людей закрыть? Ну, тебе сказали в самом начале, это было им удобно. Потому что, я так понимаю, Николай и Елена тоже так относятся к таким церковникам, которые много кричат, а когда им перестают продлиться деньги, чтобы они себе пузо отращивали и машины крутые покупали, то это уже не церковники, это уже как бизнес идет, правильно? Это уже как бы люди, прикрывающиеся религии, по сути. Так, значит, мы когда говорим про бизнес, надо четко понимать, о чем мы говорим. Потому что вот есть церковь, вот епархия – это конкретная некоммерческая организация с основной деятельностью. А есть какая-нибудь паломническая служба – это совсем другое. Есть попрошайки, которые возле церкви попрошайничают – это третья. Есть цыгане, которые эти попрошаек ставят – это четвертая. То есть, если вот сравнивать РПЦ с какой-нибудь другой системой, это будет нечто похожее на какой-нибудь рынок, типа толпучка. То есть, есть администрация рынка, которая фактически занимается тем, что, ну, вывозит мусор, делает ремонт в торговых помещениях и сдает в аренду эти помещения. Есть какие-то организации, которые там арендуют эти помещения, свой товар продают. Есть еще куча каких-то левых, кто там с рук торгует. Есть еще какие-то бандиты, кто крышует одних, других. Ну, как бы вот. То есть, церковь – это сложное вообще место, где очень переплетена… Даже покупатели. Да, есть покупатели. То есть, где переплетены экономические интересы очень-очень и очень разных групп. Поэтому, если мы говорим про финансовые интересы, то есть финансовые интересы епархии, а есть финансовые интересы какой-нибудь бабки за свечным ящиком. А есть какие-то интересы какого-нибудь мальчика, который подает священнику Кабила. А есть даже интересы рядового прихожанина, который, например, может что-то купить. Может купить в том числе требу или не купить. Поэтому здесь… То есть, здесь переплетено очень много разных финансовых интересов. И поэтому, когда мы говорим про церковную деятельность экономическую, то надо четко понимать вообще, у кого, где, какая выгода. Задай просто, что хотелось. Ну, сейчас, например, среди коронавируса, потоки финансовые сократились. Да. Поэтому сразу активизировалось подсиживание, борьба за спонсоров, борьба за государственное финансирование. Ой, столько запретов пришло. Потом мелкий бизнес разорился, стало меньше спонсоров. Потому что мелкий бизнес, он заработал, там, каких-то денег, украл. Ну, он как бы больше, чем квартиру и машину, и какой-то себе новый инструмент, он не приобретет. А для крупных вложений его мелкого дохода не хватает. Естественно. И поэтому он может пожертвовать на храм. Типа, вот я проявлю благотворительность. А такие, как раз, это вот рестораны всякие, частные охранные предприятия, они сейчас в связи с коронавирусом очень сильно пострадали. И как раз батюшки сейчас взвыли, потому что они чуть ли не все сейчас в очень таком тяжелом положении стали. Да, все равно. А какие-то храмы, которые имеют значение для города, какой-нибудь храм Христа Спасителя, его, да, финансируют из бюджета, потому что это архитектурный и культурный объект. А храмы, где они гадюки... Почему другие архитектурные и культурные тогда сооружения не финансируют только храмы? Разве это не стратегически, потому что выгодно? Потому что, опять-таки, государство может продвигать свою идеологию через религию, то, что мы говорили в начале стрима. То есть это не просто архитектурное и культурное сооружение, все-таки это как такой механизм влияния на людей получается, правильно же? Да, что наивно полагает, что через религию сейчас можно что-то делать. Но сейчас не в Средневековье, и поэтому через религию очень мало людей можно как-то влиять. Потому что, ну, просто, хотя бы чисто рассудить разумные люди, что сейчас может сделать церковь, чтобы людьми манипулировать. Смотрите, тут немножко не согласна, опять-таки, вернемся к тем же. Люди уже не в Средневековье, вроде как у них уже получились такие технологии, но при этом, как мы говорили ранее, они по-прежнему верят в суеверие, в бабок, в экстрасенсов. Ну почему так происходит? Почему они не могут тогда и манипулировать, и верить же и в религию? Люди, как бы, да, это уже не Средневековье, но люди особенно не поумнели и не изменились. Отдельные личности поумнели, которые, собственно, и открывают что-то новое, создают какие-то новые изобретения, которые улучшают условия жизни людей. А в основной своей массе люди не особо умные-то. Люди, как бы, что им сказали, то они и делают. Люди очень любят признавать авторитеты. То есть для них, если есть какой-то авторитет, который мнением кажется максимально правильным, они за ним последуют, собственно. Допустим, в религии такой авторитет является Бог. Например, почему люди не будут следовать? Очень удобно. Вы же сами, получается, как бы, для вас Бог, ну как сказать, ну да, это авторитеты, обычно это какие-то личности, а тут как бы это абстрактное высшее существо, получается так. И чем человек умнее, тем сложнее им управлять. Ну, конечно. Да, так и есть. Поэтому и надо изучать религиозное вероучение. Потому что, как вот я рассказал сейчас, что в церкви происходит это множество самых разных экономически поинтересованных людей. Да. То в околоцерковной среде, ну, есть желание у кого-то обогатиться за счет другого человека. И если человек религию знает, то не получится за счет него обогатиться. А если человек образован, то тоже не получится, получается, без вероучения. Просто он образован, им объяснили эту экономическую модель, им объяснили, что его, грубо говоря, разводят как лоха, и он понимает, я на это не куплюсь. Не обязательно для этого же именно религиозное вероучение, правильно? Достаточно просто, чтобы человек был образован. Если человек был образован, то в той области, где он образован, им проманипулировать не получится. А в той области, где он не образован, а именно в религии, им как раз очень легко будет проманипулировать. Потому что он образован. Я не спорю, что религию нужно объяснять, но просто с какой точки зрения ее объяснять. Мне кажется, если ты изучаешь религию, ты изучаешь ее по этим книгам, ты изучаешь ее по ее правилам. Да, ты можешь мыслить выше. В общем, как это появилось и что это? Нет, ты изучаешь религиозные книги, которые направлены на то, чтобы ты поверил в это. А, кстати, Алина, можно вопрос тоже в ответ? Да-да. Алиночка, я вот хотела спросить вот такой вопрос. Вот я видела довольно часто людей, вот очень таких высокообразованных, но, например, по той или иной причине именно религиозный момент они вот как-то могли упустить. Видите, хотя вроде бы там, ну кто-то там более-менее верующий, кто-то не очень верующий, но вот и смотрю как-то, и вот ими мы не поверили. Причем именно, как бы получается, тоже с религиозного фронта прямо к ним заходят, и ими вертят просто как игрушками, хотя очень образованные люди. Реально, вот я встречала таких довольно много. Да, я поняла. Я хочу объяснить со своей точки зрения, как я это вижу. Есть образованность в плане интеллекта, да, это наше мышление, сколько мы знаем, да, сколько мы хорошо знаем математику, насколько мы знаем хорошую географию, такие, как у нас, интеллектуальные способности, да. А есть образованность, так сказать, в социуме, понимание социальных связей, понимание ступеней каких-то влияния. То есть, понимаете, это как бы, я могу сказать по себе, я человек, ну, в принципе, достаточно неплохо, хорошо училась в школе, я могу сказать, что я достаточно образованный человек, но при этом раньше я понимала, что я абсолютно не понимаю социум. Я могла точно так же, как бы если мне, как бы сказать, доверчивость людей, да, и они не понимают этой психологии, культуры влияния в социуме, они могут купиться. Просто есть как бы интеллектуальное развитие человека, а есть именно его понимание жизни в социуме. Допустим, если это Вадима, может быть, он не так хорошо учился в школе, но при этом он гораздо лучше понимает все эти социальные механизмы действия, да, и он, допустим, такие вещи не покупается. Я не говорю про религию, а, в принципе, про вот эти все абстрактные разводиловые, например. То есть, я считаю, что просто есть разные сферы, в которых мы можем получать знания. Просто понимаете, в чём дело? В школе это вопрос к нашей системе образования. Она ужасная, она абсолютно отвратительная, потому что нас не учат правильному социальному взаимодействию. Нас учат просто под копирку, вот выучи хорошо математику, сдай экзамен, устройся в универ, а дальше там иди, там работай, я не знаю, где устроишься, так и хорошо. А нас не учат именно вот этим сложным вопросом. Это связано с тем, что это не очень выгодно самому государству, это не выгодно власти, потому что это потом будет разрушать её авторитет и разрушать её влияние. Я думаю, что это по этой причине. Ну, я немного сложно сказала, наверное, слишком много всего наплела. Просто я думаю, что как бы, да, эти люди не образованы в социальном плане. Скорее всего, вот поэтому. Нет, смотри, религия удобна для правительства тем, что когда ты в религии, ты перестаёшь развиваться. Ты становишься, ну вот, социально тупой. Ты узконаправленный, ну, грубо, да, мы будем, грубо говорю, все вещи. Ты становишься вот узколобым таким, просто человеком верующим, и всё. Ну, ты ни в чём не развиваешься, как личность. А таким человеком тупым очень хорошо манипулировать. А при чём тут религия? Если человек религиозный, он, ему ничего не мешает наукой увлекаться, ничего ему не мешает понимать общественные связи. Да у него нет времени на это. Просто мне кажется, наука и религия, совершенно разные вещи, они никак не могут идти вместе. Они всегда воевали исторически. Просто они противоречат друг другу, да. Они исторически всегда воевали, знаешь. Всегда науку тормозила религия, всегда. Нет, это не правота ваша. Нет, нет, это неправильно ты уже сказал. На самом деле, многие учёные, многие священники, да, на самом деле ты не прав, они именно были самыми образованными людьми, потому что, в принципе, образование давалось только церковью. Умение писать вот эти все вещи. И многие учёные вышли именно из религии. Открытие все тормозились. Просто люди стали мыслить больше. Это ты про друга говоришь. Да, когда эти открытия были неудобны. Людей сжигали за это? Сжигали, да. Коперника, например. Зато, что они сказали, что земля круглая, и сжигали. Да. И открытие это потом произошло только через 200 лет. Потому что это было запрещено. Я и про это говорю, как это тормозилось. Какие-то знания было можно развивать, какие-то нет. О том-то дело, какие-то разрешены были. Мне просто очень прикольно, что они потом, когда... Что они потом, когда... Ну, сначала сожгли. Через 200 лет, когда поняли, что она всё-таки круглая. Зря всё-таки мы пацана сгубили. Ну, если про Джордана Бруна мы говорим, то его сожгли, в общем-то, за какие-то особые знания, за то, что, в общем, ну, как современный интеллигент вчера у власти, начиная от церковной, кончая королевской. Да, да, да. Да если, грубо говоря, то у всех прикольных пацанов, которые что-то сделали... Или симпатичных девочек, которые думали, что ведьмы. Да, да. В Средней Республике и про правителей, вообще-то, говорить плохо было не принято. Ну, как и сейчас. В народах, в древних народах, вообще культ правителей, это было вообще не что-то с чем-то. Там, если древний Египет, это фараон, это вообще сын солнца. Там, древний Рим, это тоже император, это как бы бог из пантеона других богов. Это злодичь. Едет, ну, в Европе хотя бы, едет король, и выходили все калеки, увечные, там, с больными дитями, так поднимали на руки, что вот король ясным взором заглянет, и человек исцелится. Мне кажется, что ничего не изменилось, как бы особо-то. Не, ну, сейчас это очень сильно изменилось. Сейчас, допустим, я пойду на какую-нибудь встречу, сделаю селфи с президентом, повешу у себя на стенки, и буду просто, вот я с президентом за руку поздоровался, и буду жить дальше. Ну, я сомневаюсь, что с нашим можно будет так просто поздороваться за руку белорусским президентом. Я думаю, что эти все люди, почему не был такой большой культ, потому что они очень сильно держали людей в страхе. Потому что если ты не любишь царя, то ты будешь повешен на следующий день. Вот и все. Это очень удобно. Это как тоталитарные государства. Собственно, это и есть тоталитарный режим. Они потушили какие-то божественные. Да так же и церковь. Веришь в церковь, все, гори в аду. Ну, просто ты не будешь как бы гореть в аду. Ты будешь гореть в аду потом, после того, как ты погибнешь. После того, как сгоришь на Палкино. Не, ну это про Средневековье, это темные века. Мы же говорим про современную все-таки уже религию получается. А современная религия, она очень сильно потеряла во власти, потому что в Средневековье религия – это государственно образующая корпорация. Это круче, чем современный Газпром. То есть монастырь – это военно-стратегический объект. Это крупное землевладение. Это военная крепость. Это современные, фактически, методы воспитания. Это современные методы возделывания земли. То есть не каждый на своем участке, а там централизованно все едят, не отвлекаются на что-то. Это плюс образование. То, как в монастыре можно научиться читать. Поэтому в древности религия, она вообще – это сила ой-ой-ой. А чем больше развивается наука, тем религиозные организации теряют влияние на общество. Да, потому что в науке становятся более экспериментально доказанные ответы на те вещи, которые религии не могут отдать. Соответственно, люди больше верят в науку. Точнее, не верят, а они видят доказательства. А религии не могут предоставить. Поэтому становится меньшее влияние религии. Поэтому религии не очень нравится, когда наука развивается. Потому что это ее авторитет как бы разрушает. Я про это говорю про средневековье. Хотя, солнышко Алина, хотя с другой стороны, чисто технически, вот именно благодаря науке, очень здорово разгрузили духовных лиц, именно на бытовом уровне, что они больше могут иметь времени и сил, и силу, у них высвободилось для оказания именно их профессиональной помощи. Именно оказания их профессиональных услуг. То есть не все подряд делать и чуть-чуть помолиться с нами, а что у них есть полно времени и сил. И сегодня я вот приду, помолюсь с ними, завтра, например, Денис придет, и послезавтра вы придете. И у них, у всех, хоть даже по одному служить, у них хватает сил. Мне кажется, что священник очень сильно похож на такого религиозного, заинтересованного психотерапевта, к которому приходят люди с какой-то проблемой, и он просто рассказывает. А, но бывают некоторые такие моменты. Ну, это тоже индивидуально, опять же, мы смотрим и, в общем, с каждым священником определяем свои отношения. Как именно нам удобнее общаться именно с конкретным священником. И что от него мы можем получить, что мы от него не можем получить. Да, и, ну, то есть, они тоже все разные очень. Некоторые вообще... Это почему, вот, я только что хотел спросить, почему, если они все... Почему они все разные? Да. Потому что они... Нет, почему они разные, когда закон один, по которому они живут? Ну, хорошо, вот у нас есть закон Российской Федерации, один и тот же. Но, несмотря на это, все граждане, они разные. И у всех есть даже разные политические... Потому что закон не работает. И разные, да. Отношение к закону. Да. Кто-то арестантский устав един, кто-то законопослушный гражданин. Да. Так и в религии то же самое. И в церкви, как в государственной организации, то же самое. Более того, в церкви я видела тоже полно священников. Одних такие прям буквоеды вообще. Другие там, наоборот, там еще коммерсанты какие-то. Но и те, и другие, как правило, довольно бестолковые. Но удается все равно находить священников, которые просто нормальные, такие именно реалисты, и которые понимают изначально свою задачу. И уже вокруг этой задачи, ну, могут как-то мыслить креативно и, ну, решать каждый вопрос индивидуально. И, ну, больше хотя бы от них толку, больше пользы от них. Чисто практически. Скажите, зачем мы молимся? Для чего мы молимся? Кстати, в чате был тоже такой вопрос. Зачем мы молимся? Чтобы привлечь внимание. То есть мы еще попросим Бога. Зачем мы идем в спортивный зал и там качаем гирю? Ну, а это получается бесполезно? Нет, мы качаем свою веру, получается, таким образом. Или как? Да, мы качаем свою веру. Что, Натычка, ты вкачаем веру? Если наша судьба предрешена, если Бог уже решил, когда мы умрем, когда мы будем? Нет. О, нет, тебе сказали, что судьбы нет. Ты сказали, что Бога есть замысел, и Он может его менять. Если ты будешь сильно хорошо стараться и активно молиться, и прокачаешься, то Он, возможно, не только молиться, а еще там всякие штуки делать. А Он хочет, чтобы мы молились и чтобы мы поклонялись, да? Да. Правильно? А почему Он не покажет себя, чтобы давайте вот... Все, кто не верит, давайте, Вас верите. Почему? Потому что портал плохо работает. Потому что у тебя нету знаний и ощущений, чтобы Бога воспринять. Портал, блин! Бог существует в вечности. Мы делаем сейчас существует. В вечности. В вечности, это что значит? Все есть Бог. Что значит вечности, это как понять? Вечность, это где нет времени. То есть мы не можем никакими науками, никакими ощущениями познать объект, неограниченный во времени, неограниченный в пространстве, не подчиняющийся физическим законам. И мы это принимаем на веру. Нет, если мы не знаем, что сейчас существует, откуда мы знаем только по одной книжке? По вероучению данной религиозной книжки. Она не может быть ложной. Просто вот есть ли такая вероятность, что просто кто-то ее выдумал когда-то и передавал как сказку, передавал, 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 и мы просто на веру принимаем, хотя не знаем, что она существует, не можем познать ничего. Просто так было раньше, вот это передалось, накопилось комом, каждый раз дополнялось, каждый раз еще как-то, знаешь, подкорректировалось, и в итоге мы вот верим, что... Еще через 2000 лет просто чувак какой-нибудь выиграл. Это пранк, чувак! Это все просто неправда! Значит, в религии есть, вы не поверите, но в религии есть критерии достоверности тех же религий. То есть это неизменность вероучения. То есть если вероучение, оно 2000 лет не менялось, или если вероучение меняется каждые там 10 лет, то то, где меняется каждые 10 лет, то это менее достоверно, чем то, где не менялось в течение 2000 лет. Что вообще не менялось? Да, конечно, есть вероятность. Откуда взялись эти критерии? А почему идет разветвление? Что я не расслышала? Религиозное мышление. То есть религиозное мышление, то есть человек изучает религию. То есть это как бы такая научная, странно это прозвучит, научно-религиозная деятельность такая получается. Да. Почему? Потому что наука и религия, она действует примерно одинаково. То есть только в науке есть постулаты аксиомы, в религии догматы. И дальше уже человеческая мысль действует. В общем, это как в науке есть какая-то теорема, которая не требует доказательств, которая просто все принимает так, как она есть. Тут то же самое получается. Доказательство называется аксиома. Да, аксиома. То есть есть какая-то аксиома. На основании аксиомы уже возникают теоремы. Собственно, так и на основании догматов есть религиозное мышление. Да. То есть если мы говорим, какая религия достоверна, как убедиться в истинности, то мы, поскольку у нас доказательств нету, то доказательств нету. Но нам же хочется все-таки разобраться, где секта, где истинная религия. Вот именно, это точно. Поэтому мы что можем делать? Мы можем анализировать, что если они каждые 10 лет меняют свое верлучение вплоть до наоборот, то значит у них что-то с верлучением как-то неправильно. Потому что бог, он, критерия божества, он неизменный, он вездесущий. Поэтому он что получается меняется, например, как в индуизме. То была кастовая система, вдруг сказали, нет, кастовая система это что-то не то. То это что получается? Индийский пантеон богов изменился? Значит, что-то с индуизмом не так. А в христианстве вот догматичка, она не менялась с самого начала, как возникло где-то, как возникло вот догматическое верлучение. Пошли вселенские соборы. То есть, то изменений нет. Меняются только обряды. Вопросы к поводу иудаизма. И сразу приведу пример по поводу христианства. Вы сказали, что вот поменялась кастовая система. Это поменялись догмы или это, как вы говорите, поменялось самомышление? Потому что вы, ну, как правильно сказали. Поменялся кастовая индуизма, про кастовую систему. Просто смотрите, тут как бы, ну, я понимаю, что вы уже ответите, наверное. Есть такой нюанс, да, я говорю, наверное, больше это относится конкретно к католикам, да, не православным. Из-за того, что католичество явно распространено в Европе, а так мы знаем, сейчас есть такой нюанс с гомосексуальностью, в некоторых странах в церквях разрешили венчать гомосексуальные пары. И сказали, что это не противоречит Библии никак, что там ничего по этому поводу не сказано и что это нормально. На что некоторые другие люди сказали, что нет, там есть, что это грех, что был Содом и Гомора, и там было мужеложство. А как бы в данном контексте, получается, церковь истолковала это в удобную сторону, в угоду толерантства, получается. Это мужеложник, мужеложник, царство небесное, вот они наследуют это в Библии написано. Ну, есть такое. Вот, а в принципе, сам социальный факт, это тоже имеет место быть. Ну, во-первых, если рассматривать так, что существуют некие люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Они себя считают христианами. Ну, они запретили. А куда их денешь? А то и запретили, так же. Поэтому они, как христиане, они говорят, что мы тоже христиане. То есть это изначально, и Господь закладывает в человека возможно такую, быть вот таким и любить другого человека, однополого себе. А потом, а ты не попадешь в рай. Да. Типа, зачем так? Ну, а это люди, они мало ли чего могут придумывать. Мы, например, вообще не понимаем, что они в этом находят. Нет, в данном случае это же не св... Ну, вот в данном случае это не то, чтобы Бог дал свободу этому человеку. Этот человек изначально предрасположен генетически любить другого человека. У него на... Ну, это же типа в мозгу где-то, да? Он там как-то перестраивается. Ой, Денис, мы тут с тобой не согласны. Психологически. Да, мы скорее скажем, что это... Ну, в данном контексте я считаю, что это не генетика, потому что вероятность такой патологии очень редка. Так это не патология. Нет, нет. Гермафродитизм. Гермафродитизм, да. Гермафродитизм. И из-за этого нарушение сексуальной ориентации, потому что человек еще не знает, кто он. Мужчина или женщина. Это не гомосексуализм. Да, да, подожди, подожди, сейчас начинаем орать. Вот. Скорее, больше на гомосексуальную ориентацию, по нашим, конечно, убеждениям, влияет социум. Это не генетика, а то, что есть такая возможность у человека. Ну да, это типа замысел, получается. Ну, как бы, да. То есть, если он развивается, то есть он живет и развивается, там, ему 5 лет, и он уже четко понимает, что вот ему просто девчонки в садике не нравятся. А почему вы считаете, что это свобода, а не замысел? Как вот вообще отделить, что где свобода, где заканчивается замысел и начинается свобода? Если есть что, Бог людям дал свободу. Все. Это его замысел, дать свободу. Замысел дать свободу. Вот Бог дает людям свободу. Ну а как, он в 5 лет и там в 10 лет не может распоряжаться свободой? Он подвержен влиянию социума. Подвержен, да. И что из этого? Ну, он не виноват, получается, в этом? То есть, это общество на него надавило? Могу и общество надавить. Да, может запросто. Вот я, например, вот росла именно в семье воинствующих безбожников. Именно. И мне вот особенно вообще не только просто вообще религию как таковой, а вот все, что особенно связано с христианством, мне всегда запрещали строго-настрого. И мне приходилось все время идти против системы. Вот. И плюс у меня на родине там тоже церковники оказались тоже не на моей стороне. Вроде бы они видят, что человек идет к ним, но у них именно вот какое-то типа там смиряйся, смирение, послушание, все такое. Я говорю, дорогие мои, да у меня нету на это ресурсов. Вы мне поспособствуете, чтобы мне эти свои ресурсы восполнить, и тогда мне будет легче что-то там терпеть от своих родителей, от сестренки, от братика и там от одноклассников. А они этого, давай, своими силами. Дорогие мои, а что вы сами друг другу что-то вещаете? Господь, Господь, там, благодать, все такое. А мне другое уже вещаете? Э, да вы определитесь, разберитесь сами с собой сначала. Сначала, прежде чем мне что-то там трындеть. Есть догматика. То есть Бог дает свободу. А дальше уже начинается, как люди обустраивают, как люди этой свободой пользуются. Люди – это существа социальные. У меня не получалось, например, своей свободой воспользоваться. Ну, потому что твою свободу давили другие люди. Да. Они тоже свободны. А ты свободно взяла и от них уехать в общагу. А потом вышла замуж. Ну да. И все, и ты вот так свою свободу реализовала. Вот уже только на этом моменте уже удалось. Когда ты смогла свою свободу реализовать, ты ее реализовала. А пока ты ее не могла, то твою свободу ограничивали люди, которые были тебя сильнее, своей свободой. И они вот тебя заставляли делать то, что им хочется. Ну да. Потому что их больше, и они физически сильнее больше, чем я. А ты умней, хитрый, изворотливей. Поэтому ты вот так выживаешь. Пожалуйста. Это естественный отбор. Как раз переходим к естественному отбору, что каждый выживает по-своему. Мы даже вот записали видео, зачем нужны инвалиды. То есть роль инвалидов в естественном отборе. В естественной среде. Самого факта инвалидности. Что вот он хромой, он взял палку, на ней опирается. Потом узнал, что палкой можно делать много чего интересного. Чтобы достать или кого-то стукнуть по голове. Мы даже с Дробышевским на эту тему немножко пообщались. Ой, Дробышевский, да. Он такой позитивчик. Так что вот свобода, вот естественный отбор. И это совершенно не противоречит религиозному мышлению. Потому что религиозное мышление, оно совсем про другое. Про то, где наука не дотягивается. Иногда бывают области, где наука и религия друг с другом сталкиваются. Ну и тогда человеку приходится включать разум и начинать разбираться. Здесь всё-таки область действий науки или здесь всё-таки область действий религии. И в каждом индивидуальном случае нащупывать грант. Чья это граница? Где здесь граница религии, а где здесь граница науки? И можно даже ошибиться ещё здесь. Да, да, да. Потому что мы тоже одно время посетили вот в монастыре Сретенском музей Туринской площаницы. Есть, да. И вот такие там нам рассказали, да, доказательства подлинности этого артефакта. Ну, хотя так, хотя сходились и на уроки. Потом как-то на форуме там учёных против мифов, где там они тусуются, популяризаторы науки, мы обмолвились об подлинности этой Туринской площаницы. Ну и нас просто мордой по столу провезли. Вот в Туринскую площаницу ткнули. Сказали, что, ну, господа, вы бы хотя бы Википедию посмотрели. А, да, да, объяснили, что за правда было в монастыре. Вот это, Туринская площаница как-то на нашу веру, она никак не влияет. Ну да, такая она или такая, но всё равно так. Как-то нам это глубоко пофиг. Но для нас был важен сам тот факт, что поняли, ага, да, церковным музеям, церковным, соответственно, массовой информации, значит, надо не особо доверять, надо больше проверять. И смотрим, да, действительно, блин, всё-таки как обидно, что вроде серьёзные люди, вроде монастырь претендует на популяризацию тоже чего-то, но так по-тупому сами даже не понимают, как обманываются. Вам не кажется, что вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, каждая церковь каждого обманет, и так и складывается один большой обман про Бога? Про Бога не складывается, потому что есть область, где научных знаний нет. То есть Туринскую плащаницу, значит, есть радиоуглеродный метод, её исследовали. Потом нашли... Нет, подождите, стойте, подожди, вот давайте на этом мосту. Её исследуют, доказали, что она хрен знает откуда, что ей там 3500, 700, 600 миллионов лет каких-нибудь, да? И типа, как это доказывает существование чего-то божественного? Это доказывает, что она просто где-то её нашли. Таким же образом не доказывают чья она. На ней нет никакой там крови этого человека, никаких там следов ДНК этой женщины, которая была там святой. И ничто не доказывает, что она святая. Как узнать так, что она кому-то являлась? Только со слов тех, кому она являлась. А вот это как раз тот самый момент, почему надо учить догматику. Потому что то, что Туинская площадь-чиница подлинная, или то, что она неподлинная, это абсолютно не влияет на нашу христианскую веру. Так же, как благодатный огонь. Нет, я понял. Просто зачем это надо? Зачем надо мутить этот благодатный огонь, который уже там сейчас спорят 300 раз, уже доказали, что он там ниоткуда не прибывает, что его там выносят, там зажигают, поджигают. А другим удовольствием. Кто-то на этом деле зарабатывает, кто-то злоупотребляет религии в корыстных целях. Зачем заставлять людей верить в ложь в надежде, что они сильнее начнут верить в Бога? Они из лучших деньги принесут. Ну, то есть, да, это же все финансы. То есть, вы привезли какую-то хрень, нашли там кусок плащаницы, или перстень там какого-нибудь типа, который якобы каким-то образом стал знаменит тем, что он что-нибудь там просто приснился кому-то, да, после своей смерти. И кому-то показалось, что он явился. И они берут эту вещь и возят ее по городам. Возят кусок тряпки по городам, которые люди выстраиваются очередями. Они, естественно, покупают свечи, покупают там еще какую-нибудь фигню, просто донатят туда мешками, ради того, чтобы просто посмотреть и прикоснуться неизвестно к чему. Да. Мы категорически против этого. То есть, вот, смотрите, мы являемся христианами убежденными, знающими свою веру. И мы против того, что всякие эти атрибуты, аксессуары там так сильно пиают, что на этом деле собирают донаты. И даже более того, мы видим в этом ущерб для проповеди христианства. Потому что люди начинают это обожествлять. Люди западают на всякие иконы, матроны, вместо того, чтобы изучать Библию. Зачем это делают церкви? Злоупотребляют религии в корыстных целях. Это делают абсолютно все церкви. Ну, то есть, все церкви злоупотребляют религии. Правильно? Ну, потому что это выгодно. Поэтому... Ну, церкви, то есть, церковь ради выгоды, ради корыстной цели, то есть, церковь грешит для того, чтобы церковь намеренно обманывает людей для собственной выгоды. Так скажем, конкретное должностное лицо для своей собственной выгоды. Для церкви в целом, как организации, для уставной деятельности церкви это невыгодно. Абсолютно невыгодно. Задача церкви это продвигать религиозное догматическое учение. А здесь это идет именно против этого, потому что люди верят не в христианскую догматику, а верят в какой-то артефакт. В какие-то второстепенные вещи. Поэтому вот мадам Мискина, она покупает мерседесы, потому что действительно разработан очень такой продукт, вот эта Матрона, то есть, в рамках христианства разработано нечто, исполняющее желание. Короче, церковь уже не та, я так понимаю. Почему? Церковь, она церковь. Догматика, она догматическая. Или священники уже не те. Которые этим злоупотребляют. Это просто. Так все это делают. Все. Значит, никому верить нельзя. Ни одной церкви, ни одному священнику. Догматическое богословие. И изучай. Так же, как все учителя, они сволочи. Поэтому бери, открывай учебник и читай. Потому что каждый учитель, он хочет, чтобы его задонатили, чтобы его пригласили, чтобы он с тобой конкретно позанимался и подготовил к вузу. Да. Это жажда славы, что ли, какой-то? Нет, жажда наживы. Так же, как все врачи. И они хотят еще, чтобы... Нет, подождите. Мы путаем сейчас. Мы путаем. Вы сейчас сравниваете с обычными людьми. Обычные люди, которые изначально зарабатывают деньги, чтобы жить. А люди, которые в церкви, они работают для того, чтобы верить и нести эту веру людям. А вместо этого они занимаются бизнесом, покупают яхты, летают на вертолетах. Короче, занимаются всякой херней. Вот эти плащаницы продают. Обычные люди. Денис, вот смотри, то же самое, врачи. Они же вот приходят, чтобы людей лечить, чтобы именно этот мир делать здоровее и счастливее. Да нифига подобное. Они идут, потому что зарабатывают бабки. для того, врачи не зарабатывают бабки. Плодотический хирург не зарабатывает бабки. Он идет для того, чтобы делать... Да ладно, терапевт в поликлинике. Терапевт в поликлинике сильно бабок заработал. Ага, ага. Он тупанул просто с самого начала. Да, он тупанул. Он тупанул, да. Терапевты разные бывают. У нас есть один терапевт знакомый, молодой парень, но он вообще рассказывает, как ему донатят вообще. Ему хорошо донатят, да. Просто на лапу дают. Он там и в государственной поликлинике работает, и коммерческой еще. В общем, ему задонатили нехило. Ему хорошо донатят, да. Надо ему в Беларусь. Всял взятку бешком морковки и сразу в тюрьму сел. Замечательно. Кому как повезет. Но смысл такой, что надо четко понимать, что хоть священник, хоть врач, хоть кто угодно, это обычные люди. Но только у священника есть возможность религии по злоупотреблять. А у другого человека такой возможности нет. Потому что у священника больше соблазнов. И если люди будут религиозно грамотные, то священники религии злоупотреблять не смогут. Тогда они будут более качественно оказывать свои услуги. Поэтому если бы, допустим, коммунисты делали упор не на научный атеизм, а на просвещение христианское, то, может быть, эффект был бы еще круче. Эффект чего? Как верить человеку, который кидает тебя на бабки? Не надо верить человеку. Не надо верить человеку. Но я иду ему исповедоваться. И исповедоваться. И исповедоваться. И он врет мне. Ну и пусть врет. Скажите, а зачем изучай? Зачем он тогда отличается от бомжа? Как просто поплакаться? Скажите, а зачем? Во-первых, если мы говорим про исповедь, мы идем не для того, чтобы с попом беседовать или с чего-то ему доверять, а мы идем, чтобы совершить религиозный обряд. У нас есть даже так видео «Церковь и пиво» на «Стервый мукбанк». Что когда мы идем в магазин за пивом, то нам глубоко наплевать, сколько наворовал менеджер, кем спит продавщица и какая машина у директора. Скажите. Мы идем в магазин по нашим любимым пивам. И мы выбираем это пиво. И что там они говорят, пусть они там говорят, что это пиво плохое, это пиво хорошее, но мы-то знаем, какое пиво нам нравится. Да. Поэтому мы идем в магазин, смотрим, где скидка на это пиво, где акция, и покупаем это пиво. То, какое мы хотим. Эти же священников легко можно обломать. То есть просто не идти в церковь, ничего не нести, а молиться дома. Неужели с дома молитва не доходит? Ну неужели дома нельзя сделать то же самое, так же помолиться Богу, либо там лучше связь ловить? Те же книги, допустим, дома поизучать. Не забывайте, не забывайте исповедь и евхаристию. Это церковное таинство, где особым образом действует божество. То есть мы не молитвой, важно, не столько молитва важна, христианство, сколько участие в церковных таинствах. Крещение, миропомазание, евхаристия. Так что, молитвами нельзя прокачаться? Ты же сказали, что можно прокачаться молитвами. Нельзя. Молитва бывает до христианства, так скажем. Новизна христианства это то, что церковные таинства и евхаристия. А, можно вопрос к Вадиму? Вадим, хотела спросить, вот смотри, вот, например, вот я тоже, да, я, получается, вот, судя по твоей логике, я обламываю священников дважды. Я прихожу, их эксплуатируют, блин, они от меня особо ничего не получают. Получается, только я их эксплуатирую и всё. Вот, игра в одно ворота. Я-то им даже не доначу, просто потому, что у меня и пенсия там маленькая, типа, да ладно. И просто прихожу, исповедуюсь, сколько хочу, там, причащаюсь, всё такое, даже, там, ну, на соборование, ну ладно, там, чуть-чуть поддонатила, маленечко совсем, да, там, мы, кстати, свечи не покупаем, обратите внимание. Понимаешь, и получается, практически, в основном, игра в одни ворота, но не тут, а так, да, что, получается, а если бы не только вы, а все так не донатили, посмотрели, как бы они там остались работать? Нормально бы они остались работать, потому что они в первую очередь живут не на донаты от прихожан, а государственное финансирование, потому что если хотя бы так... По государству почему-то не всех финансируют. А я про это и хочу сказать, что может она только патриарха Кирилла финансирует, а не в церкви? Мне кажется, что они совершенно не получают с этого ничего. У нас все время собирают благотворительность на постройку храма, например, как-то я не видел, чтобы государство особо строило, стоят в ящике в магазинах, говорят, на стройку храма, например. Построить еще ладно, да, но самим со всеми служителям платить зарплату. Обслуживать храм, коммунальные платежи, свет, воду, да, платежки, все остальное. Считайте просто, сколько можно так насобирать и сколько стоит строительство и содержание храма. То есть вот это то, что продают свечи, записки, это в принципе, ну просто хотя бы, это доход сравнимый вот с какой-нибудь коммерческой палаткой. А содержать хотя бы просто осветить и нагреть вот это здоровенное сооружение с огромными потолками и даже хотя бы покрасить это. Опять же, заплатить сторожу, заплатить продавцу, заплатить там священнику. Ну в принципе, это вообще, все эти православные храмы, они безумно нерентабельны все. Поэтому бывает... Почему тогда их новые строят? Постоянно очень много церквей же в России строят, насколько я знаю, правильно? Они же нерентабельные. Нет, мы же говорили, потому что они наживаются. Эти попы, которых мерседесы, они злоупотребляют своей властью и разводят людей. Но деньги-то откуда-то есть, вот эти деньги? Это очередной ларек. Алина, а зато, с другой стороны, чем церковь хуже, например, здравоохранение, да? Если вот я в поликлинику иду, и там я тоже на халяву эксплуатирую врачей, ничего страшного, в принципе. ты не эксплуатируешь их на халяву, потому что ты платишь подоходный налог со своей зарплатой, который потом распределяется государством, как бы, это не халява. Да, и потом идет на им зарплаты. Этот налог я тоже плачу через государство. Именно так. Поэтому ничего страшного, что я потом еще иду и эту церковь эксплуатирую. В принципе, налог проплачен, проплачен. Нет, вы же не эксплуатируете церковь. Дело в том, что как бы, да, вы даете им подаяние, допустим, какие-то донаты, я буду так говорить, для удобства. Допустим, это с мира по нитке. Если провести аналогию на YouTube, например, есть очень много блогеров, в которых тоже, допустим, у них там 2 миллиона подписчиков, да, 3 миллиона подписчиков. Допустим, их смотрит видео, например, или там стрим, и, допустим, их смотрит стрим одновременно несколько тысяч человек. Им донатят. И они могут за один стрим собрать, допустим, ну, не знаю, 800 долларов, 1000 долларов. То есть, такие люди могут, да, например. А представляете, сколько, грубо говоря, подписчиков у церкви. Там же неизмеримо количество людей. И суммы, кстати, совершенно другие. Бабульки, чтобы забронировать место себе там, они хотят, ого-го, как задонатить. Потому что эти бабушки, они же не знают догмы, они же знают то, как им сказали там ранее, они не образованы. Им сказали, плати больше, получишь себе место в раю получше. И они хорошо так денег кидают. И получается, как бы это неплохое такое финансирование на самом деле. Самое интересное просто, что когда вы идете в больницу, врачу, врач вас лечит и делает вас физически лучше. или здоровее. А когда вы идете в церковь, ни хрена не происходит. Почему? Значит, что происходит? Ну, а как, что? Вот, когда, вот, я иду в церковь, да, и вот, например, там, на исповедь, на причастие, то вот в духовном плане я тоже себя чувствую намного лучше. Именно... Психиатр. Психотерапевт. Психотерапевт. Психолог, да. Нет, это разные вещи. Это разные направления, разные вещи. Вроде бы рядом, но не то. Нам больше нравятся священники, я понимаю. Нет, значит, есть с точки зрения догматического вероучения совершается церковное таинство, евхоистия и исповедь. То есть особым образом действует божество. И это возможно только в храме. И только с законом священника. Только там, да. Поэтому, как бы, вот этот догмат о церкви, что это нельзя сделать где-то как-то своими руками, где-то как-то по-левому. Поэтому, как раз, здесь церковь нужна, и только ради этого церковь нужна. В первую очередь, да. Что касается донатов. То есть, если мы говорим про РПЦ в целом, или мы говорим про какой-то конкретный храм в деревне Гадюкино. Так. Если РПЦ в целом, то это, в общем, очень сильно за счет господдержки. Потому что церковь не платит налог на имущество. Церковь не платит... Да, это тоже, да. Значит, какие? Налог на землю. На землю... Ничего не платит церковь. Зарплатные налоги она платит. Это я говорю просто, как... Я по работе автоматизации бухучета на 1С бухгалтерии занимаюсь. Поэтому я представляю. То есть, зарплатные налоги они платят. Но на имущество и на землю они не платят. Это во-первых. Во-вторых, за счет того, что церковь это НКО, это разные некоммерческие отношения. И госбюджет, например, фасад, может отремонтировать. Потом стены, купола, это все могут отремонтировать. Фактически, ну, то есть, сам приход, он это изнутри, там что-нибудь покрасить. И там текущую... текущее поддерживать храм. Это отопление, это освещение. Но и то, после коронавируса священники массово завыли, ой, у нас нет денег платить за отопление, у нас нет денег платить за освещение. Это в самом деле так, потому что доход храма это то, что пришли прихожане, задонатили в копилку, задонатили за свечи, задонатили за записки. А так сделали, что? Служить в пустом храме. Священнику надо, чтобы было светло, и священнику надо, чтобы было тепло. И желательно еще... всех хотя бы накормить. А плюс еще сторож охраняет, там, священник служит, и им надо вообще-то зарплату заплатить. И плюс... Господь не охраняет. Приходят... А из епархии приходят... Приходят и говорят, а вы давайте-то нам, Дань. Кстати, вот эта система, она еще существует именно по всем... То есть это вообще еще до сих пор там феодальный строй, то есть более высокий феодал своих вассалов собирает Дань. Именно. Добровольно-принудительно. Если вот едет архиерель в храм, то это... Вы знаете, что это вообще-то наказание. Это если едет какой-нибудь граф к барону, то барон должен графа встретить по-графски. Как чиновники, короче. Твой замок и там его встретит, накормить, как подобает встречать графа. Если он встретит его победному, то граф как скажет, а что ж ты так встречаешь графа? Хватает меч и ему так башку сносит. То есть это... Человек это входит до того только без... хватает меч, сносит башку, а просто он переведет его на какой-то другой приход, более схудавый. Зато вы поняли, зачем выгодны церкви. Чем больше церквей, тем больше можно дани собрать. Извиняюсь. Да, да, именно так. Как вы относитесь к пропаганде рая и ада? Например, путь женщины, помните, была, которая «Зачем вы восславляете эти песни?» Помните мем этот? А, так. Мы не знаем, их не видели. Ой, не в курсе. Так, можете ссылочку кинуть, пожалуйста, Будем рады пообщаться на эту тему. Где женщина якобы попала в рай, и вот она была там где-то между раем, и в аду играет тяжелый рок, и она, вернувшись оттуда, говорит о том, что там в аду играет стрёмная музыка. Ребята, не слушайте хэви-метал, слушайте церковные пения, и тогда всё у вас будет хорошо. Научная фантастика, мы это любим. Это пропаганда. Это не пропаганда, это научная фантастика. Это... Показывают там по телевизору, по РНТВ, конечно, но всё равно это же телевизор. По РНТВ показывает маслонов. Ну вот, например, хотя вот тяжёлую вот какой-нибудь из оккультной тематики, тяжело переношу, честно. Вот как-то так. Ну, это научная фантастика, это мало ли чего кому привиделось. Это... с точки зрения христианского вероучения нельзя попасть в ад и в рай, будучи живым человеком. А где находится рай и ад? Вне нашего материального мира. Там, где и Бог. Там, где и Бог, да? Да. И мы не можем их увидеть, познать, потому что у нас нету для этого инструментов и сознаний, и чувств, чтобы мы это увидели. Мы не можем почувствовать, что чувствует какой-нибудь там, какая-нибудь летучая мышь, у которой есть орган, там, эхолокатор. Откуда такое выражение «Бог находится на небе, а ад под землёй»? Почему именно так говорят? Почему небо и земля под землёй? Это фантазии человеческие, потому что человек уже интересный, он фантазирует. Поэтому самый древний жанр научной фантастики это как раз древние потерьки, это как раз мифология, как раз попаданчество оттуда идёт. Потому что это большинство церковной литературы, оно догматики где-то противоречит. Кто там, кто там, кто везде. Ну, я поняла, да, как фэнтези, короче. Хотела задать такой вопрос. Тогда смотрите, получается, на данный момент, на данном этапе развития, да, у человечества нет таких возможностей, чтобы построить такой супер прибор, который может открыть какие-то там другие измерения или органы чувств и доказать, допустим, что есть там рай, ад, есть вечность, в которой есть Бог, да. Ну, смотрите, а если получается всего этого нет, да, если представить, что всего этого нет, это не существует. Какой бы человек прибор не построил, получается, он нигде не сможет это найти. Тогда это очень удобно для религии сказать, что оно есть, но вы недостаточно стараетесь и у вас нету таких приборов. Тогда, получается, человечество никогда не сможет создать такие приборы, чтобы узнать, где эта вечность. Получается... Никогда не узнает, потому что нету вообще... Ну, это же очень удобно. Как и вся вера построена на этом, там все очень удобно. Да, это просто удобно, потому что это просто вера, да. Любой просто не сдай, это так написано в бумагах. Теперь оказывается, что это еще очень гибкая история, как вообще можно менять, там все в догмах, все в догмах. А вдруг догмы кто-то написал, придумал просто в свою угоду, а мы просто верим, и все. Ну, мы сейчас никак не можем узнать. Зачем вообще лезть в догматику, чтобы чем-то там манипулировать, когда гораздо проще просто манипулировать, используя человеческое невежество. Что, например, Божья воля это вернуть Константинополь и присоединить к России Босфори Дарданеллы. Сейчас не получится, потому что церковь потеряла такое влияние. Сейчас государство все-таки правит большим. Ну, вот решили они вот именно догматикой вот этой управлять людьми, знаешь. Когда было это удобно, на тот момент. Просто придумали. Это можно так рассмотреть? Вот что они написали? Эти догмы? Да. Просто они все придуманы для того, чтобы управлять людьми. Нельзя так вообще вариант рассматривать? Нет. Вот, например, Гундельский мем, там Мария Египетская, все такое, вот этот его мем. Это не оттуда. А это? Значит, почему догматика это царство небесное, то есть наша цель царство небесное всех людей. Поэтому, если бы пофантазировать, если бы ну, товарищ Ленин выступил бы, ну, как бы не товарищ Ленин, а вообще большевики выступили бы за, или даже не большевики, запрет вообще религии как таковой. Ну, вот 1905 год революция побеждает и побеждают религиозники, которые за просвещение, за догматику, прижать РПЦ, то тогда, но царя не свергать, то тогда, в ответ на пожелание царя за, на Константинополь, то рабочие, крестьяне и солдаты сказали бы ему, Ваше Величество, наша цель не Константинополь, а Царство Небесное. Поэтому, если Ваша цель, то это Ваша цель, Константинополь. Поэтому, платите-ка денежки наемной армии, а еще, пожалуйста, развивайте промышленность и давайте нам побольше пушек и амуниции. Точно! То есть, вот, как бы, можно сказать, религиозно грамотный человек в ответ на попытку им проманипулировать религией. Точно! И мы так активно очень говорим самым разным товарищам, кто нас пытается куда-нибудь втянуть, в какой-нибудь там 40-40, в какой-нибудь ProLife, в какой-нибудь там Донецк-Луганск, в какие-нибудь казачества, и отвечаем им именно так, что не придраться, ссылаемся на Библию, ссылаемся на догматическое богословие. Точно! Смотрите, да, мы... Поэтому, без грамотных надо здесь не проманипулировать, и всем желаем быть грамотным в религии, чтобы и ими нельзя было проманипулировать. И тогда церковные, ну, тогда церковные крысы, так скажем, которые при церкви живут, и при церкви кормятся, используя за употребление религий, они ничего не смогут себе заработать. Будут голодать и сбегут куда-нибудь, например, в эзотерику, куда-нибудь в оккультизм, куда-нибудь к рандавирам, куда-нибудь к... Алене Павловне, куда-нибудь подальше от РПЦ, потому что в РПЦ все будут догматически грамотные, у всех только Библия, все какое-нибудь там светоотеческое писание будут анализировать в контексте того, когда жил Ефрем Сирин, когда жил Феофан Затворник, и почему он это сказал, в какой политической обстановке. точно. И если там Серафим Саровским попытается нас про нам что-нибудь такое сказать, то мы скажем, где Серафим Саровский это написал, и кто записал за ним, кто за ним ходил с блокнотиком, когда Серафим Саровский на камне стоял. То есть, как бы от религиозной манипуляции очень легко отбиваться знанием предметной части. И предметную часть учите. Смотрите, мы не хотим вас ни в коем случае переубеждать и куда-то втягивать в атеистическое учение, и допустим как-то вас сказать, что нет, у вас неправильно, у нас правильно. Нет, у нас свобода, как говорите, свобода есть у человека, и он может сам выбирать, что он хочет в этой жизни. Мы просто хотим понять логику в таких вещах, но мы понимаем, что логики тут нет. Есть просто вера, есть просто что-то, ты должен принять на веру. Просто оно такое есть, и это константа. Вот она у тебя есть, и все. И ты не можешь это никак логически объяснить, и ты просто должен в это верить. Потому что, смотрите, как бы, получается, мы задали вопрос про догмы, как бы вы про него ответили, но как бы не ответили, потому что я лично ничего не поняла. Ну, как бы я поняла, что вы привели пример революцию, сказали, что вот люди, если бы были грамоты религиозные, они бы поступили бы так, а не иначе, да, например, ну, на самом деле, это сложный вопрос, потому что люди могут много чего сказать, а у правительства есть оружие, делается, а есть очень много, к сожалению, войны, насилия, и можно все выкручивать как удобно таким людям, у которых есть силы. с этим оружием, они тоже могли бы отказать правительству и не расстрелять насилия. Просто, как бы, я не совсем поняла, вот именно саму суть, вот мы, как бы, мы до сих пор, мы никак не можем понять, почему нужно верить догмам, как бы, почему нужно им верить, почему это нужно принимать константой, как бы, что вот ее не просто какие-то люди написали, а вот это вот сто процентов правильная вещь, то есть просто принимать на веру получается, так? Значит, еще раз, мы рассказали, как работает догматика. Значит, зачем нужны догматы? Потому что, если у вас нет догматов, значит, вы не можете в этой области размышлять, согласны? Если нет догмата... Не на что опереться просто. Если у вас нет... Ну, в этоизме нету догма, в этоизме есть, допустим, эксперименты и доказательства конкретные. Тут, получается, у тебя есть вещь, которую ты принимаешь, я говорю еще раз, за константу, за веру, и на ее, на этом базисе ты строишь все остальное. Так правильно получается. У научного атеизма нету средств познания того, что в загробном мире. Ну, потому... А потому что они, да, не могут доказать. Но религия же тоже нету средств познания? Это же, получается, просто слова и домыслы людей, которые это сказали? Или это Бог пришел и сказал, и написал? Просто я вот это не могу понять. Средства познания, основанные на догматах. Понимаете? Нет. Вот исследовать и провести эксперимент из мира мертвых никто не возвращается. Ну, значит, может быть, потому что его нет? Потому что его нет, и все? Ну, просто как бы, как, как? Вот просто вот, может быть, его нет. Может и нет, а может и есть. Потому что научно-то все обосновано, как человек умирает. Видите, получается, мы просто приняли, что его нет, и вот мы просто умираем, да, и все. Мы приняли такую точку зрения. Это ваш догмат. Это ваш догмат, что вы приняли, что его нет. Потому что мы не видим других доказательств, что он есть. Поэтому мы так и приняли, получается так. И вы тоже не можете доказать, что его нет. Ну, вот, например, если у нас нет доказательств, что есть жизнь на Марсе, то это же, ну, на Марсе там, как бы, близко, можно туда слетать, а что где-то за миллион световых лет, что жизни нет, то это же не значит, что ее там нет. Но мы не утверждаем, что она там есть. Мы выдвигаем гипотезы. В отличие от церкви. Церковь не выдвигает гипотезы. Она говорит конкретно, Бог есть. Это гипотеза. Считайте, что догмат, это гипотеза. Потому что гипотезу мы принимаем гипотезу. То есть, Бог может есть, а может и нет. Получается, это глядь в теорию большого взрыва. Вот есть Бог, а есть теория большого взрыва. Просто выбираешь теорию, которая тебе удобнее. И, плачь, так это, получается, теория? То есть, это не точно, что он есть? Бог, он конкретно про конкретную область действия, где наука, в принципе, не работает. Что такое большой взрыв? Большой взрыв — это как создалась Вселенная. А что было до Вселенной? А что было до Большого взрыва? А Бог тогда уже был. Потому что Бог не ограничен во времени. Откуда он взялся? Что существует не в времени? Ну, мы это знаем. Ну, мы это знаем, потому что написано так долго. Мы понимаем, наверное, по христианскому веролучению Бог, он такой. А объект, который не ограничен в пространстве во времени и не подчиняется физическим законам, вы никакой наукой исследовать не можете. Религии можем. А как можем исследовать религией? Так. Принимаем на веру догматы. И дальше на основе догматов у нас идёт всё религиозное размышление. Я поняла. Как аксиома в науке. Мы принимаем что-то, что это вот у нас будет так, и от этого пляшем дальше, получается. Да. Так же, как мы не можем доказать, что через две прямые, то есть через две точки можно провести одну прямую. Мы взяли, приняли аксиому. Да, вот так вот. Получилась эсклидовая геометрия. Если у нас странство искривлённое, то там несколько прямых через две точки могут проходить. Но они, в общем, могут казаться для человека, привыкшего к эсклидовой геометрии, не совсем прямыми. В общем, если подытожить таким образом, как я поняла для себя, религия, это, по сути, можно, в принципе, провести параллель, аналогию с наукой. У неё тоже есть какой-то базис, есть какая-то аксиома, от которой мы как бы пляшем, да, и каких-то таких вопросов, которых как бы наука нам просто говорит, что мы пока не можем это сказать. Религия как бы себе выбрала путь, который она может сказать. А уже всё остальное наподобие платных и неплатных крещений, собирания донатов, этих отпеваний и покойников дома, это уже, как вы говорите, православная такая субкультура, то есть это уже сами люди как-то себе напридумывали, чтобы, допустим, использовать религию в качестве бизнеса, в качестве получения финансов, либо каких-то там ещё других выгод, например, либо там, может быть, ещё с какой-то другой точки зрения. Получается, есть как бы догмат, сама эта основа, сама эта аксиома, а всё остальное, как бы, может быть, поэтому по региону, от разных стран и зависит немножко там разные традиции в церквях, да, разные там обряды, получается. Традиции зависят от народов. Потому что, например, русская православная церковь и грузинская православная церковь, догматика одна и та же. Но народы разные, поэтому отличаются. Просто получается из-за того, что людям не объясняют, что есть как бы сама основ догмы, люди же как бы обычно на это не интересуются, просто люди сам по себе как ведут себя обычно. Допустим, человек, ну вот как было у тебя, наверное, как... Просто мне получилось так, я сама родилась в такой семье, в принципе, она, ну как бы атеистическая. Папа у меня неверующий, а мама, ну, как знаете, максимум на Пасху было сходить яички там постоять, посветить, закинуть в мешочек и уйти, все, конец. Это, или там попить еще крещеной воды свеценой, да, например. Все, на этом как бы вся вера, собственно, и заканчивалась. Там, может быть, иконку какую-нибудь принести и поставить, чтобы она стояла на всякий пожарный. Вот такая была. Частично верующая. Да, частично верующая. А может быть, на всякий пожарный. Мало ли, мало ли, как говорится. Вот, блин, я так говорила, расписывала все это, что я сбилась. Черт, что я забыла, какую мысль хотела донести. Это была верующая мама, которая, или неверующий папа, да, это мне не помогло. Я все равно забыла, что я хотела сказать. Я просто забыла, о чем мы до этого говорили, чтобы донести. Вот, аксиом, вот из всех традиций, сейчас я пытаюсь как-то вспомнить, и у меня не получается. Блин, все, я сбилась. Короче, да. Профукала, профукала. Ладно, друзья, в общем-то итог мы подвели. У нас 3 часа сегодня на стриме. Я думаю, аудио получится просто охренеть, какой длинный. Поэтому, друзья, Алина Вадимовна, я, Коля и Елена сегодня с нами были, я думаю, мы частично что-то разобрались, каждый для себя что-то вынес. Ни в коем случае мы не пытались кого-то переубедить или пошатнуть вашу веру во что-либо. Мы просто имеем собственное мнение, которое для вас транслируем. Каждый верит во все, что он хочет. У каждого собственная догма, и каждый должен ей следовать. Верьте хоть в черта. Главное, во что-то верить. Не забывайте верить в себя. Все, друзья. До скорой встречи. Люблю, целую. Увидимся в воду. Пока-пока. До свидания. Спасибо, спасибо, любимая.